Александр Рамфов. Александр Рамфов. Александр Рамфов. Александр Рамфов. Александр Рамфов. Джеймисон в постмодернизме, он высказал очень примечательную оценку Фуко. Он говорит, что Фуко пострадал от, как он говорит, логики, победитель проигрывает. Фуко победил в том смысле, что его теория обладает чрезвычайно высоким критическим потенциалом из-за очень подробной генеалогии властных механизмов. Но Фуко проигрывает в том смысле, что... Я извиняюсь, я... ...казал устрашающую машинерию власти, что парализовал критический потенциал своей работы. Власть, она настолько чудовищна и опасна, что читатель, комментатор или философ традиции, он просто теряется под этой машинерией. Он беспомощен. Сам Фуко признавал эту проблему своей теорией. В 80-м году в лекции субъективности истина Фуко прямо сказал, занялся самокритикой, и показал, что он действительно слишком активно занимался техниками господства, то есть всей этой пугающей машинерии власти. Но помимо того, что логика победителей проигрывает, она описывает некоторое психологическое восприятие работ Фуко. Ну, а это, конечно же, такая очень контингентная вещь. У нас также существует отражение этой проблемы на теоретическом уровне, на том, как функционирует теория логически, согласно ее дизайну. Можем сказать, что весь проект генеалогии современного субъекта Фуко является почти полностью негативным именно в следующем смысле. Фуко создал знание о том, как именно субъект стал жертвой возможных пластных технологий, но он совершенно не дал нам ответа на вопрос о том, как мы можем это избежать, как мы можем изменить, как мы можем сопротивляться. При этом во многих текстах Фуко и интервью есть такие маленькие наброски, буквально предложения, которые сигнализируют о том, что Фуко, вероятно, сам хотел, и, вероятно, у него была какая-то позитивная теория, но они далее никак не развиваются. Вот, например, в интервью с Хибертом Дрейфусом Фуко говорит о том, что было бы очень привлекательно после всех его генеалогических исследований сделать позитивную моральную теорию, которая очень отличалась бы от всех прошлых. Все прошлые моральные теории для Фуко, они фашистские в том смысле, как он писал о фашизме в предисловии к капитализму и шизофрении. Они, скажем так, слишком сильно угнетают субъекта. Там же какая-то радикально новая моральная теория, и было бы очень привлекательно такой заняться. Или, например, в надзирате наказывать. Такой довольно ранней работе, очень хрестоматийный, классический. Есть наброски позитивной концепции труда. Такие. В принципе, их можно было бы развить и написать, как для Фуко, с точки зрения Фуко, выглядел бы освобожденный труд. Или, наверное, такой самый интересный из всех этих набросков – это интервью дисциплинарного общества в Крисе, где Фуко прямо говорит, что да, возможно, нам стоит задуматься об обществе без дисциплины, что у нас есть очень много людей, которые принципиально не могут быть дисциплинированы. И нам последние события это показали. Ну, я имею в виду, что Фуко-то говорит. И эта проблема, она касается не только Фуко, но и работ в традиции. У нас, например, есть книга Миллера «Страсти Мишеля Фуко», раскритикованная Макентайром, где до некоторой степени, простите, автор представляет Фуко как человека, который как бы перформативно практиковал собственную же моральную теорию. Есть целый пласт работ вида Х, как техника себя, практика себя, гетеротопия, где авторы доказывают, что, например, какие-то сексуальные практики, они освобождают тело субъекта от глобальной биопатической власти. Таких работ, причем, достаточно много. Это такой хрестоматийный способ создать позитивную фуко-лодианскую теорию, сказать, что что-то – это как техника себя, что-то практика себя, следует, но оно в каком-то смысле нас освобождает. Но в любом случае, эти многочисленные попытки создать фуко-лодианскую позитивную теорию, они, на мой взгляд, или не очень убедительны, или они не достигают цели в полном смысле. Мы можем точно констатировать, что в данный момент у нас нет фуко-лодианской нормативной моральной теории, о которой он сказал Берт Удрифт. У нас нет позитивных концепций, у нас нет тех позитивных проектов, которые Фуко, вероятно, желал бы, чтобы их сделали, или, по крайней мере, было бы интересно посмотреть, какими бы они выглядели. И мне кажется, что есть конкретная причина, почему как фуко и традиции проигрывают. Мне пишут, что интернет-соединение неустойчиво, надеюсь, меня слышно. Есть конкретная причина, и она состоит в двух концептуальных или интерпретационных проблемах. Чтобы пояснить, в каком смысле эти проблемы мешают разработать эти позитивные теории, я в качестве примера приведу возможную фуко-лодианскую моральную теорию. Значит, чтобы нам создать моральную теорию, на мой взгляд, нам нужно некоторое, хотя бы минимальное представление о том, чем является человеческий субъект. Ну, собственно, это не мой только взгляд. Кажется, его разделяет и, например, Энском, и значительность ее работы посвящена. О том, что, ну, например, нам нужна теория действия для некоторых моральных теорий. В некоторых моральных теориях нам нужно представление о природе человека. В любом случае нам для моральной теории нужно что-то сказать о человеческом субъекте. Что-то, какой-то политикат хотя бы, самый минимальный. Что-то все-таки мы должны высказать. Но создание моральной теории в Клодианске мешает то, что в своем генеалогическом проекте Фуко пребометизирует создание хоть какого-либо знания о человеке. Начиная со слов и вещей, Фуко защищает тезис о том, что человек – это изобретение экономики, это изобретение медицины, это изобретение полицай-висеншафт и так далее. В любом случае, знание о человеке, оно постоянно коррелирует с какими-то властными практиками. И совсем не ясно, можно ли хоть какое-то знание о человеке быть, которое было бы принципиально очищено от всей этой властной машинерии, которую мы хотим, очевидно, избежать при создании в Клодианской моральной теории. Здесь такая есть контрадекторность. Потому что как бы, если посмотреть на возможные, спрогнозировать, как она могла бы выглядеть, набросать мысленную архитектуру по этой моральной теории, то получается, что моральная теория требует от нас как раз того самого фашизма, из капитализма и шизофрении, как-то определить субъект, как-то его закополить, чтобы вообще что-то высказать о том, как должно поступать, что является благом. Эта проблема, она касается не только вот этой возможной в Клодианской моральной теории, и ее можно в целом обобщить как проблему субъекта. И дальше я буду называть эту проблему проблемой субъекта. В общем виде ее можно описать следующим образом. Из-за того, что это конспитуальная проблема и проблема интерпретации, эта проблема, она имеет характер того, что в классе Фукоу у нас есть одновременно два конспектурных тезиса, они не могут сочетаться. Значит, первый тезис, это говорит о том, что человеческий субъект, это как Фукоу написал просто рисунок на песке. В каком-то смысле человеческий субъект должен быть преодолен. В каком-то смысле человек, это просто, в человеке нет ничего эссенциального. Человек это просто такой внешний эффект властных механизмах. Хабермас очень хорошо резюмировал этот аспект рассмотрения субъекта философии Фукоу. Мне кажется, в философском дискурсе модерне он сказал, что субъект философии Фукоу – это просто субстрат властных технологий. Ну, с одной стороны. И с другой стороны, в поздний период творчества Фукоу Фуко презентует нам самоконституирующегося субъекта. Субъект, который озабочен эстетикой собственного существования. Субъекта, который ваяет себя как статую в духе плотина. Субъекта, который практикует себя, занят заботой о себе. И субъект, который автономно сам себя создает без посредства каких-либо властных механизмов. Он делает совершенно свободно. Можно поставить проблему даже немного эстетикой философской, что до 80-го года или до 83-го года, может быть, Фуко занимается послушными телами, а после 80-го года, ну, или 83-го года, Фуко сдает серию работ, в которые субъект совершенно автономен и создает себя вне вот этих ужасных властных техник. Собственно, в этом стоит проблема субъекта. Два контролекторных тезиса. Соответственно, у нас есть два решения. Например, у нас есть Делез, который в тоже хрестоматийно очень известной работе Фуко, говорит, что Фуко в использовании довольствий, например, и в других поздних работах, которые, как правило, исследователи объединяют под общим названием «Атический поворот», он совершенно не открывает субъекта заново. Все античные студии Фуко – это просто исследование субъективации, но немного другой. Субъект, безотносительно послушное ли это тело или бояющий себя, как статуя грек, это всегда какой-то артефакт, который является продуктом субъективации. Но, опять же, это решение проблемное, оно, на мой взгляд, довольно контринтуитивное, и к тому же, чтобы его принять, мы должны принять антологию Делеза. И в любом случае, даже если принять это Делеза, сказать, да, у Фуко нет субъекта, то остается следующий вопрос. Почему субъективация в античности так радикально отличается от модерного субъективации? Почему то, что греки создавали себя в античности, это не опасно и не ужасно, и это так хорошо довольно, а модерновая субъективация – это так ужасно и страшно? Это не очень ясно, исходя из того, что и то, и то – это, в принципе, один и тот же процесс. Можно решить проблему, как Питер Дью, критик Делеза, который буквально создал статью против Делеза. Может, как он сказать, что Фуко все-таки возвращается к субъекту, что есть принципиальная противоречия между ранними работами и поздними. Фуко отказался от субъекта, потом снова открыл его. Но это еще одно проблемное решение, потому что неясно, какой должен быть статус работ более раннего, скажем, генеалогического периода. Если мы жестко расчерчим Фуко на раннего и позднего, непонятно, какому мы Фуко должны отдавать предпочтение. И, возвращаясь к проблеме возможной моральной теории, не очень ясно тогда, какой она должна быть, потому что тезис о том, что она не должна быть фашистской, он подлежит раннему Фуко. Тезис о том, что она возможна, потому что возможен свободный субъект, ну, просто человеческий субъект возможен, он подлежит позднему Фуко. Тут опять такая большая неясность. Другая проблема, я думаю, она производна от проблемы субъекта до некоторой степени, такое следствие, которое тоже мешает создать вкладеанскую теорию, это проблема критической агентности. Я ее поиллюстрирую как проблему, которая мешает создать вкладеанскую позитивную социальную теорию, которая дала бы ответ на вопрос о том, как именно оказывается сопротивление машинарии власти. Значит, чтобы оказывать сопротивление власти, избежать дисциплины, биополитики, фашизма, требуется, на мой взгляд, решить, в каком смысле субъект может сопротивляться и может ли он вообще сопротивляться. Опять же, здесь два контрадикторных тезиса. С одной стороны, Фуко ясно говорит о том, что власть имеет продуктивную силу и создает субъекта. Очень хорошо, на мой взгляд, резюмирует это Джудит Батлер в начале психики власти, когда говорит, что из-за этого не до конца ясно, как именно может функционировать сопротивление, которое, опять же, для Фуко немыслимо без власти, и наоборот, если сам субъект производен от властных техник. Если есть такая, как бы, странная, простите, термин диалектика между сопротивлением и властью, что они как-то взаимосвязаны, и как-то можно сопротивляться, и условием сопротивления является сама власть, но при этом сама власть создает субъекта, это такой кубик Рубика. И более того, из-за того, что сопротивление власти, они созависимы, не очень понятно, что является сопротивлением, а что является властью. В конце концов, мы можем сказать, что сопротивление – это та же власть, но у нее просто другой режим производства субъекта, она просто других субъектов создает. Вот с одной стороны, у нас есть некоторая проблема, что критическая агентность, кажется, она невозможна. И с другой стороны, Фуко описывает, например, киническую парессию, а это, очевидно, критическая агентность. Он, кажется, не говорит этот термин, но вполне ясно, что сама практика парессии, мышечной речи, особенно киническая, это критическая агентность. Ну и в целом, кажется, очень контраинтуитивно было бы говорить, что субъект в теории Фуко лишен критической агентности, потому что тогда теория Фуко описывала бы контрафактическое положение дел. И можно было бы просто сказать, что Фуко не прав, и закрыть его. Но, очевидно, мы этого не хотим делать. Мы могли бы еще одно возможное решение сказать, как жижек в щекотливом субъекте, что теория Фуко – это такая вариация мифа грехопадений. В античности у нас возможен субъект, это свободный субъект, там есть критическая агентность, там есть парессия. Но случилось грехопадение. Грехопадение – это Декарт. Ну и многие теоретики в кулдеанской традиции говорят, что принципиальная разница, когда у нас заканчивается действие парессии, заканчивается свободный субъект, заканчивается практика себя, когда не становится невозможно. Это так называемый кортезианский момент – это Декарт. И вот после Декарта – это мир после грехопадения, где критическая агентность невозможна, субъект полностью закабален властными техниками, где у нас есть фашизм, в котором так писал Фуко много. Это тоже возможное решение, где мы просто разведем фрагменты и скажем, что Фуко просто не справился с этой проблемой. Но, опять же, если мы хотим создать какую-то позитивную кулдеанскую теорию, она нас не очень устраивает. Здесь Жижа говорит нам, что это принципиальная проблема с критической агентностью, что кажется, что нельзя до конца решить, все-таки она есть или нет. А если мы и можем решить, разделив Фуко на раннего и позднего, то окажется, что ответ на эту проблему будет заключаться в том, что в современности и критическая агентность невозможна. Потому что Декарта и картезианский момент, и изменение режима истинности, которое влияет на то, каким образом субъект создается. Но можем сказать, как Авраиля Армстронг, другое решение этой проблемы, которое критикует, собственно, Жижака, можем сказать, что критическая агентность, она возможна, но она возможна во время проблематизации. Именно поэтому Фуко очень активно исследовал прерывистости истории, момент, когда остаются новые дискурсы, новые практики и так далее. Что проблематизация – это буквально такой момент, когда случается критическая агентность, и именно благодаря ей у нас появляется прерывистость и что-то радикально новое. Есть другие решения, их можно найти в дебатах в рамках Organization Studies, в конкретном журнале Organization. В 90-е, 2000-е годы об этом авторы активно писали. Там есть, например, нишанское прочтение Фуко, попытка решить эту проблему с помощью обращения к Ницше. Ну и сторонние. В любом случае, я не буду на этом долго сторонничать. Так или иначе, у нас есть две проблемы, которые довольно тяжело решить, на которые дебатируют. Это проблемы критической агентности субъекта. Решению этих двух проблем и посвящен мой доклад. Я не сторонник того, что было бы хорошо или интересно создать какую-нибудь вкулдеанскую моральную теорию или какую-нибудь другую позитивную концепцию. Но я нахожусь, что решить проблемы, над которыми спорят, причем спорят люди очень разных традиций, это такая перспективная хорошая практика. Также я нахожусь, что не очень продуктивно множить многочисленные интерпретации Фуко, привозя просто разные фрагменты, строя какую-то нового собственного Фуко. Но когда можно взглянуть на эти проблемы, описанные на мета-уровни, это можно сделать, на мой взгляд, следующим образом. Здесь я хочу ввести термин мета-социальная философия. На самом деле он очень простой. Я не думаю, что он требует обоснования, легитимности его введения. Я проиллюстрирую вот так. У нас существует метафизика и мета-метафизика. Мета-метафизика занимается вопросами дизайна метафизики. У нас есть метафилософия и философия. Метафилософия отвечает на вопрос о том, что такое философия в общем смысле. У нас есть метафилософия науки и философия науки. Соответственно, метафилософия науки занимается дизайном философии науки. Ну и ответом на вопрос, что такое философия науки. Она создает, например, парфитектонику в философии науки. И полагаю, по этой аналогии можно осмысленно говорить и о мета-социальной философии и социальной философии. В следующем смысле. Мета-социальная философия – это такое множество теорий, которые дают нормативное и дескриптивное определение социальной философии. Иногда их тяжело различить. Они определяют им метод, предмет, цели и возможную архитектонику и дизайн проектов. Опять же, это понятие, на мой взгляд, оно является чрезвычайно простым, потому что у нас есть очень много теорий, которые являются методами социально-философскими, но они так и не называются. Здесь я приведу ряд примеров, потому что, мне кажется, это очень продуктивно для понимания, что я имею в виду. У нас есть, например, Роллс, совершенно христианский философ, действительно классический. У него есть совершенно классическая работа теории справедливости. Теория справедливости в первых параграфах, там, может быть, шестой, девятой, кажется так, он говорит, что при создании социальной теории мы принципиально не можем обойтись без интуиции, но мы можем их ограничить, ограничить влияние интуиции через создание точных вопросов к теории. Соответственно, Роллс говорит о том, каким должен быть дизайн теории. Это мета-социальная философия. Или у нас есть, например, статья Александра Владимировича Павлова про Лакс Лисы. Это точная, кристальная мета-социальная философия. В ней определяется предмет, метод, граница, задача социальной философии. Из также недавних примеров в философских науках в шестом номере за 2018 год была серия небольших статей на тему как раз-таки предмета, способов построения междисциплинарного характера и рационной философии. До этого, как указано в текстах некоторых статей, до этого был в 2019 году семинарный статей. В принципе, этим занимаются. Это легитимные способы исследования. Просто я предпочитаю группировать их под таким методом мета-социальной философии. На самом деле, это очень простые вещи. Тут просто, если говорить как Дегенштейн в своих лекциях по истории философии, здесь просто лежит какого-то рода аналогия. И я думаю, эта аналогия, она скрытая, но она довольно понятна. Что действительно интересно, на что я хотел бы обратить ваше внимание, так это то, что у любой мета-философии, неважно, науки, социальной философии и так далее, и философии есть свойства взаимосвязанности. Они взаимосвязаны в следующем смысле. То, что верно относительно мета-философии, так же верно относительно философии и наоборот. Они не противоречивы. Это можно проиллюстрировать следующим образом. Опять же, тут очень простые примеры будут. Германа Капелина, классика мета-философии, автора философии без интуиции. Если мы посмотрим на другие его работы, не мета-философские, мы увидим, что в других его работах действительно нет интуиции, как источник его теории. У него есть работа, где он доказывает, что философия вполне себе справляется без интуиции. И в его работах действительно нет интуиции как чего-то основополагающего или необходимого. У нас есть Тимоти Уильямсон, и в его работах, если мы их откроем, мы увидим, что они действительно написаны в согласии со здравым смыслом. Как он, собственно, утверждает в своей книге о мета-философии. Если брать такие более отдаленные от нас примеры, то мы смотрим, например, на Людвига Витгенштейна и на его, скажем, логическую логику, философский рактор или философские исследования. И он действительно в своих работах не попадает в ловушку зачаровывания нашего разума средствами языка. Он пишет довольно ясно. Он не использует бэбиков и бабиков. Его мета-философия, она соответствует его философии. Они взаимосвязаны принципиально. Ну, соответственно, его философия и мета-философия, они также не противоречивы. Есть последствия, импликация в обе стороны. Из этого свойства есть два важных следствия, на мой взгляд. Во-первых, мы лучше понимаем философию автора, если мы знаем его мета-философию. Опять же, нам, если мы знакомы с мета-философией Витгенштейна, нам совершенно понятно, почему в философских исследованиях, в знаменитом серии параграфов про следование правилу, Витгенштейн не удовлетворен таким совершенно интуитивным решением проблемы, как интерпретация. То есть можно было бы сказать, что такое следование правил, это интерпретация. Но Витгенштейн говорит, нет, дело не в интерпретации, ставить точку. Но если мы знаем его мета-философию, то нам будет гораздо проще это понять, потому что интерпретация – это такое неясное слово, а мы в философии их должны избегать. Далее, второе следствие. Мы можем отсечь неверные интерпретации автора, ну или, по крайней мере, проблемные. Опять же, в каком смысле? Предположим, что есть интерпретация Витгенштейна или Шлика как экзистенциалистов. Такие интерпретации есть. Мы могли бы сказать, что, учитывая, как Витгенштейн и Шлик понимали философию, у них действительно есть метафилософия, у них действительно есть пассажа о том, что такое философия, как она работает и так далее, мы могли бы сказать, что они экзистенциалисты совсем не в том смысле, в котором, например, Сартер. Или они вообще не экзистенциалисты. Просто потому, что они понимали философию по-другому, следовательно, у них философия другая, следовательно, если у них что-то есть похожее на экзистенциализм, то это совершенно не тот экзистенциализм, что с артером. И из этих двух следствий, на мой взгляд, экспликация метафилософии авторов, она может являться очень удобным аналитическим инструментом в тех случаях, когда у нас есть проблемы интерпретации. Соответственно, наш метод, он очень простой. Мы устанавливаем, как именно автор понимал философию, в нашем случае социальную философию. Мы сравниваем понимание философии с интерпретациями его философии и устанавливаем, есть ли противоречия или взаимосвязанность. Ну, и, соответственно, в нашем случае нужно будет просто сравнить. А внимание философии, вернее, социальной философии самим ухо, оно как бы соответствует тем решениям проблем, о которых я говорил, или не соответствует? И сделан вполне себе копирентный вывод. И сразу же об ограничениях метода. Во-первых, первое, что надо отметить, так это то, что метод неприменим в отношении философов, в которых есть разные и противоречия философии или практики. Это очень важно. И при этом у этих авторов есть метафилософия. У меня очень ограниченная общефилософская эрудиция, и я не знаю таких авторов. Честно. Я пока думал о том, кто мог бы быть исключением, то есть автор, у которого есть условно философия 1, философия 2, они противоречивы, эти две философии. И при этом у него еще есть метафилософия. Я таких авторов не знаю. Самое близкое, о чем я подумал, это Витгенштейн. Но, опять же, философские исследования и логофилософский трактат, они не сказать, что полностью противоречивы. И метафилософия Витгенштейна, она прекрасно корреспондирует как к философским исследованиям, так и логофилософскому трактату. Точно так же Кант, на мой взгляд. Опять же, докритический Кант и критический. Не сказать, что они абсолютно контритекторны. И если мы возьмем метафилософию Канта, например, историю чистого разума из критики чистого разума, это классический для теоретиков метафилософии фрагмент метафилософии Канта, то вроде здесь тоже нет никаких противоречий. Поэтому это ограничение, оно как бы только возможное. И, во-вторых, касательно ограничений, мы не можем эксплицировать метафилософию из произвольных фрагментов. Подобная экспликация не должна быть таким просто черепикингом. Ну, я полагаю, это очевидно, потому что мы могли бы, например, взять Бекона, попытаться реконструировать его метафилософию, узнать, ну, что-то из каких-то отдельных фрагментов реконструировать, прийти к выводу, что Бекон очень похож, например, на Рассела. Мы могли бы назвать его Расселом или Поппером нового времени. А потом мы обнаружили бы, что у него, например, есть экзегетика священного писания. И это не очень хорошо соответствует, сочетается друг с другом. То есть должна быть какая-то системность и последовательность, но такая, какого рода, это не очень ясно. И в заключении методологической части, я полагаю, что вот этот метод, который я презентовал, он очень простой, он очень неуникальный, и он очень, на самом деле, похож на метафилософию, который практикуется в аналитической истории философии. В каком смысле? Есть определенного рода аналогии между тем, что я презентую сейчас, и между исследованиями многочисленными, которые можно суммировать как аналитическое прочтение Ницше. Есть исследования, которые читают Ницше как притечу Венского кружка или притечу аналитической философии в целом. Ну, в принципе, понятно, нескольких фрагментов. Это можно установить в обоих случаях, что в случае моего доклада, в случае этих исследований, устанавливается какое-то воззрение автора на философию с помощью перевода на другой язык, с помощью реконструкции, с помощью проведения импликаций, с помощью такой некоторой философии инженерии. Ну, вот буквально как это описывается в рациональной реконструкции в отношении карты, философской инженерии. И, опять же, в любом случае решаются какие-то проблемы интерпретации. Поэтому я думаю, что я делаю этот метод, он аналогичен тем, что давно делают в случае аналитических прочтений, например, Ницше. И, значит, резюмирую, просто чтобы цель всегда была перед глазами, чтобы решить проблему интерпретации Фуко, о которых я говорил ранее, нам нужно найти его в медсоциальную философию. Соответственно, первое, что требуется сделать, это дать рабочее определение мета-социальной философии, чтобы не столкнуться с парадоксом Минон. Мы должны что-то знать, чтобы что-то найти. Это, в принципе, очевидно. Но, опять же, должно быть рабочее определение, поэтому оно, очевидно, не будет до конца полным. Я думаю, что здесь не стоит изобретать что-то новое, когда у нас есть классики обычной метафилософии. Можно рассмотреть, как классики метафилософии определяют метафилософию и сделать некоторые коррективы в отношении мета-социальной философии. Ну, собственно, так и поступлю. У нас есть ряд классиков. Например, у нас есть лазеровец, который претендует на введение этого термина. Он написал заметку для журнала «Метафилософия», который написал, что такое метафилософия. Такая одностраничная заметка. До некоторой степени это считается стартом такой дисциплины, как метафилософия. Он сказал, что философия – это исследование природы философии. Первый недостаток этого определения классического заключается в том, что оно включает в себя такую профанную критику философии. Под это определение попадает, например, усуждение Александра Панчина о том, что философия не нужна, что философия устарела, что философия должна уйти, что, например, это не наука или нет места в университетах и так далее. Впрочем, возможно, я бы сегодня не говорил. Я не буду возрабатывать. Или, например, опять же, у нас есть социология философии Коллинза. Она тоже попадает под это определение, тоже исследование природы философии. Но это чуть не философия, это социология. Определение Лазеровица, оно хорошее, оно подчеркивает нашу интуицию о том, что объект метафилософии – это философия. Соответственно, объект мета-социальной философии – это социальная философия, но оно является широким и, понятно, контринтуитивным. Другое определение – это определение Ришера. Метафилософия – это философское исследование самой практики философства. Здесь у нас добавляется критерий, очень нам полезный, интуиция важная, которую я вынесу в свое определение, о том, что метафилософия – это сама, что метафилософия, она сама является философией. Это очень существенно. Опять же, почему это очень существенно? Просто потому, что у нас могут быть некоторые случаи, когда философы берут собственную практику как рефлексию. В принципе, я думаю, до некоторой степени все философы это делали, рассуждая, например, о собственном методе. Это довольно частая вещь, которой занимается философ. И определение Ришера подчеркивает, что интуиция о том, что метафилософия, она должна быть сама некоторой философской практикой. А раз так, то она не должна ограничиваться частыми методологическими рассуждениями. Вот немного забегая вперед, у Фуко есть археология знания, и считается, что археология знания – это методологическая работа. Если мы берем эту интуицию Ришера, а мы ее берем, то мы сразу же исключаем из возможного пула кандидатов на экспликацию эту работу, просто потому, что это частное методологическое исследование. И другое определение, тоже полезное, классика метафилософии Тимоти Уильямсона, о котором я уже говорил. Он говорит о том, что метафилософия – это философия. Еще раз. Подчеркивает наша интуиция о том, что должно метафилософское исследование быть философским в том смысле, что в него не входит антифилософское исследование. И точно так. Это определение пришло к интуиции о том, что частная философская дисциплина, которая следует свой собственный метод, она не может принадлежать к философии. Просто философия философии – это какое-то исследование чужого, например, проекта, его критика – это не метафилософия. Здесь остановлюсь по следующей причине. Все те определения, которые я приводил, они задавались через необходимые признаки. Это один из двух возможных способов определить метафилософию. Второй способ – это депляционно, но он нас очевидно не устраивает. Если посмотреть на все эти классические раскалы, их всего три, мы видим везде некоторую проблему, шероховатость. Философия философии немного так рефлективно задается. Философское исследование природной философии или исследование природной философии тоже проблемное. Почему? Почему? Потому что очевидно не философия туда попадает. Дело в том, что если мы сдаем философию через необходимые достаточные основания, признаки, мы сталкиваемся с той же проблемой, что и когда мы определяем искусство. Это полезная аналогия. Обратите внимание, искусство и философия – это принципиально новаторские практики. Раз так, то, на мой взгляд, не стоит их определять закрытыми понятиями. Потому что вполне возможно, что завтра у нас появится какая-то новая философия, мы все согласимся, что это философия, но это не будет ни философия, простите, а может быть появится некоторая новая метафилософия, и она не будет философии-философии, философским исследованием, природной философии и так далее. Ну, поэтому я нахожу оправданным сделать классический ход, он из философии искусства, в принципе, очень старый ход, сказать, что можно задать метафилософию и метасоциальную философию методом семейных сходств. В каком смысле? Ну, у нас есть некоторое количество сходств, которые указаны на то, что есть какого-то рода аналогии между всеми разными метафилософиями и метасоциальными философиями. В каком-то смысле работа Павлова похожа на работу Роллза, работа Роллза в каком-то смысле похожа на работу Фуко. Точно так же, как в каком-то смысле Бюгенштейн похож на Тимоти Уильямсона, похож на Германа Капелина и так далее. Сразу же перейду к результатам этого определения, этих семейных сходств, вынесенных списком, сразу же в отношении социальной философии. Метасоциальная философия – это, во-первых, философское исследование социальной философии. Вполне ясно. Во-вторых, это философское исследование философской практики социальной философии. Тоже вполне очевидно. Это не антифилософия, не профанное рассуждение философии и не критика какого-то философского проекта частного. Это не частные металлогические рассуждения, и это общезначимые рассуждения, которые касаются социальной философии в целом. Сразу же небольшая ремарка, очень уязвимое место на его доклады. В принципе, Фуко, я полагаю, что социальная философия – это его проект «Энтология на самом деле». На каком основании? Мы считаем Фуко социальным теоретиком именно из этой части корпуса. Когда мы говорим, что Фуко социальный теоретик, мы это говорим не потому, что он написал живопись в Мане. Не потому, что он, например, у него есть какая-то философия языка в словах и вещах. Мы считаем, что Фуко социальный теоретик именно из-за того, что у него есть корпус, его работа, которую он сам обобщал как «Энтология нас самих». Собственно, когда Фуко будет говорить о философии в самих текстах, то, я полагаю, мы должны переводить это как разговор об «Энтологии нас самих» и, соответственно, социальной теории, а не, к примеру, метафизики. Далее это будет более ясно, потому что, когда я буду приводить статы Фуко, авторов, которых он помечает как людей, с которыми у него есть аналогия, у него есть какая-то аналогия, в том смысле, что они социальные теоретики. Он их объединяет именно из-за таких исследований субъекта, а не из, например, метафизики, из-за философии науки и так далее. Ну, впрочем, это будет далее. Если сейчас остановиться, то можно уже сказать, что мы элиминировали значительную часть проекта Фуко. Уже элиминирована живопись Мане, это не философская работа. Уже элиминирована археология знаний, это частное металлогическое рассуждение. Уже элиминировано предисловие к Кангиему, потому что там речь идет не о стальной философии, а об истории философии. И о философии метафизики другого порядка, не антологии на субъектах. У нас остался все еще большой пласт работ, но я думаю, мы можем очень легко их элиминировать. Опять же, чтобы настоящее исследование не было черепикингом. Следующим образом. Настоящая работа, она не уникальна совершенно. Есть многие авторы, которые эксплицитно что-то говорят о Фуко. В том смысле, что они говорят о том, как Фуко понимал философию. Как он понимал собственный проект, что для него значило философию, сама практика, письма и так далее. Это такая христианскийная вещь, которая фигурирует в очень многих таких больших книгах. Там introduction to, key concepts, например, и так далее. Важных книгах для традиции. У нас есть даже некоторое симптоматичное количество статей, взгляд, в соответствии с которым под философию Фуко нужно понимать особую практику себя. Опять же, до некоторой степени в нарративе Миллера это присутствует. Но если мы посмотрим на критерии общезначимости, выводы, мы должны реализировать всю ту огромную часть фуко-дианских исследований в области генеалогии современного субъекта. Потому что все его известные христианские концепты, по которым его знают, биополитика, забота о себе, парессия, практики себя и так далее, они являются очень четко ограниченными по времени. Это всегда. Классическая эпоха. Пятый-двенадцатый век. Германия. Конец восемнадцатого века. И если мы, например, говорим, что, предположим, Фуко считал, что философия – это особый вид практики себя. Это ошибочное утверждение, потому что если кто-то, если Фуко действительно говорил, и это истина, что Фуко – это практика себя, то получается, Фуко говорил, что философия – это такая сущность, которая существовала с пятого по двенадцатый век. Это контринтуитивно. Это не согласуется с тем, что мы говорили об общезначимости. Или, например, Фуко говорит, что, предположим, мы эксплицируем и скажем, что Фуко считал, что философия, социальная философия, ну, опять же, здесь немного синонимично будет это, что социальная философия, например, это перформативное сопротивление биополитике. Но, опять же, это будет проблемно, потому что биополитика, она вполне себе конкретно очерчена. Классическая эпоха. А если на сейчас, это уже вопрос. Именно поэтому вот все эти многочисленные способы эксплицировать мета-социальную философию из Фуко на основании его проекта генеалогии современного субъекта и попытаться сконструировать понимание Фуко социальной философии с помощью этих концептов, которые я назвал, у нас всегда проблема, потому что у нас всегда не будет достигаться общезначимости. У нас получится, что каждый раз, когда мы говорим, что представление Фуко философия – это, и далее любой из терминов его генеалогического периода, у нас всегда будет получается, что Фуко говорит о каких-то единичностях, частностях, каких-то конкретных периодах. Вот теперь после этого, после того, как мы элиминировали почти весь философский проект фуко-озрительским исключением, у нас осталась совсем маленькая часть, из которой, на мой взгляд, то место, где действительно лежит мета-социальная философия Фуко – это генеалогия критики. Она принципиально отличается от генеалогии современного субъекта, я позже скажу, почему, но часто стоит заняться реконструкцией хода мыслей Фуко, чтобы более было наглядно то, как Фуко понимает социальную философию. Значит, в этой генеалогии критики Фуко начинается наблюдение, которое очень близко Остиной Витгенштейна, на мой взгляд. Значит, Фуко разграничивает две вещи – истину и вередикцию. Вередикция в смысле дискуссивная техника высказывания истины. Фуко говорит о вередикции в контексте и до истины, ссылая, на мой взгляд, очевидно, к языковым играм Генштейна. Я нахожу эту отсылку продуктивной и буду говорить немного в тирменах Генштейна, потому что так просто прагматически проще. Соответственно, игры истины – это такие специфические языковые игры, для которых конститутивно то, что, по крайней мере, один из участников должен высказывать истину. Например, когда человек дает показания в суде, это игра истины. Он как-то принужден высказывать истину, он клянется. Фуко здесь отказывается смотреть на истину, как на феномен эпистемологии. Это не вопрос критериев истинности. Это не вопрос того, при каких условиях, какие пропозиции истины. Для Фуко вопрос истины – это вопрос, какие существуют конститутивные правила для игры истины. И Фредерик Гро, он резюмирует это разграничение как изучение типа вередикции, а не эпистемологии истины, с большой буквы. И на самом деле это разделение и позиция, согласно которой автор занимается не эпистемологией, а прагматикой, она соответствует тому, что сделали в свое время Витгенштейн в философских исследованиях, когда он перешел от критериев истинности к критериям ассертабильности и перешел от буквальной эпистемологии к прагматике. И тот переход, который делает Остин, когда говорит, что нужно перейти от критериев истинности к критериям успешности языковых актов, то есть филистик кондишнс. В обоих случаях авторы отказываются от эпистемологии и занимаются прагматикой. Но это такое довольно интересное наблюдение о том, насколько Фуко поздний этого периода, он исключительно континентальный философ и насколько мы должны его проект отождествлять, проект антологии нас самих с континентальной традицией. Пусть даже он в одной из лекций говорит, что антология нас самих – аналитика истины, это аналитическая традиция, вернее, он сказал англосаксонская и континентальная. Но это просто примечательное место. Вот при таком разделении Фуко, вот после такого разделения, Фуко делает следующее последовательное наблюдение. Я буду не соответствовать, что существует игры истины, в которых особо я должен говорить истину. Это я пишу джигутку. Что, что? А, ты, сутка, а. Терпение. А, хорошо. Я тогда начну чуть-чуть сначала. Да, значит, Фуко делает следующее наблюдение. Во-первых, существует игры истины, в которых субъекты должны говорить истину. Ну, собственно, это я сказал. Есть подкласс этих игр. Ко говорит, что в современности существовал некоторый способ мышления, который можно было бы назвать критической установкой. И соответствующие практики говорения истины. Это выступление, что такое критика. Да. В современности, в смысле модерна, существовало вот такие практики говорения истины. У нас в актуальной современности существует много институций. Он называет университет, газеты, которые претендуют на критическую функцию. Он это говорит в лекциях по Рессе. И третье наблюдение, что сама практика философствования, она является до некоторой степени критической работой. Это уже что такое просвещение. Вот все названные способы говорения истины, все эти классы, подклассы, игры истины, это в любом случае принадлежит к тому большому классу, к которому я до этого говорил, о случаях, когда субъект должен говорить истину. В связи с этим Пуко будет исследовать специфические конструктивные правила для каждого из этих подклассов. Он немного занялся конструктивными правилами для тех случаев, когда субъект говорит истину. Далее он будет заниматься специфическими правилами для всех частных случаев, когда субъект говорит истину в практической модальности, например. Значит, соответственно, если соотнести вот это концептуальное движение с конкретными примерами, как это исследует Пуко, то Пуко последовательно исследует, как эта практика осуществлялась в модерне, например, Канта. После того, как он сделал наблюдение о том, что существует у нас в современности критическая установка и критическое высказывание истины, он находит из столько этого класса языковых и группантичной парессии, или эксопрессии им посвящены, и он устанавливает некоторую преемственность между этой античной парессией, языковыми практиками современности, Кантом, и современностью, высказыванием истины. Вот такое есть последовательное движение, и это последовательное движение – это буквально генеалогия философии. Так это кажется в конце концов. В конце концов, когда уже Пуко выиграет о современности, о себе он даст определение философии. У нас получается так, что философия – это такая критическая практика высказывания истины, которую Пуко сначала отдаленно заметил, потом увидел разные подклассы высказывания истины, позже исследовал, как работает критическое высказывание истины в модерне, в античности, заметил, что есть такое в современности, потом совершил еще одно такое движение снова, указав еще один подкласс, которым является философия. Но чтобы дальше продолжить эту реконструкцию, нужно сначала некоторое разграничение сделать следующего характера. У нас в языковых играх, как в Руслеве Викштейн, есть прагматическое конституционное правило следующего характера. Мы говорим… Мы должны говорить то, что мы считаем истинным, и мы ручаемся заистенность выражаемых пропозиций. Но у нас есть класс ситуаций, в которых требования к этому более высокие и менее высокие. Опять же, мы можем давать показания в суде, как я говорил, и мы можем вести застольную беседу и рассказывать мне историю. Требования к тому, что мы ручаемся, они разные. И вот для Фуко, когда он только фиксирует класс, когда субъект должен говорить истину, он занимается именно первыми ситуациями, когда мы ручаемся в сильном смысле, когда у нас есть такое очень сильное моральное обязательство, в котором мы психологически чувствуем. И далее. Есть еще одно разграничение. У нас есть класс ситуаций сходными с оказаниями в суде, когда другие субъекты принуждаются говорить истину, и когда мы являемся источником такого действия. Это тоже существенно, потому что Фуко, например, когда исследовал вот это долженствование, говорить истину, эти игры истины, он, например, также говорил о психиатрии. Он проводил пример, когда душевно больного человека, ну, там, трактат, он описывается так, завели в душ, поливали холодной водой и заставляли говорить некоторые истинные пропозиции. Ну, это совершенно отличается от философии. Хотя это тоже высказывание истины, долженствование, но понятное дело, что здесь источник этого долженствования, он разный. Соответственно, это такие три определения, три философии. Соответственно, все эти мысли, которые мы хотим. Во-первых, в самом общем смысле, философия. Для философии конститутивно, что субъект, вернее, для социальной философии конститутивно, что субъект высказывает истину, и он вручается за нее. В самом общем смысле, точно так же, как для, например, суда. Во-вторых, сам субъект является источником этой истинной речи, то есть он делает это без принуждения. Это то, что отвечает, например, от больного, которому он пишет. И в-третьих, это высказывание имеет критическую модальность, то есть оно создается в самом критической установке. Это как раз то, что Фуко обнаружил в Парессе и Уканте, исследуя вопрос, что такое критика. Вот у нас есть как бы третий компонент того, как Фуко понимает социальную философию. И первые два, они очевидны. И я не буду на них останавливаться. Я остановлюсь на третьем, потому что он наиболее проблемный и интересный. Очевидно, здесь представляет некоторую неясность то, чем является критическая установка. Это требует уточнения. В лекции, что такое критика, Фуко дает насыщенное очень определение критической установки. Он пишет, что это искусство не быть слишком управляемым. Краткое, но очень насыщенное определение. Вот в контексте настоящего сюжета исследование Фуко игры истины быть управляемым, это значит в том числе мыслить себя определенным образом. То есть вступать в игры истины по определенным правилам. В каком смысле? В теории Фуко люди выступают как субъекты управления не только в политическом смысле отправления власти, но и как интерлокуторы, которые ведут игры истины по определенным правилам. Опять же, в каком смысле? У нас есть определенные словари, у нас есть определенные правила вывода. Например, мы считаем modus ponens легитимным правилом вывода. А, например, другие правила вывода мы можем считать не вполне легитимными. Это касается, возможно, логика здесь не очень хороший пример, но в любом случае у нас есть какие-то существенные правила, по которым мы конструируем свой вывод. Именно в этом смысле в каком говорит о том, что мы управляем. У нас есть словари, у нас есть, скажем, языковые конвенции, у нас есть то, что мы считаем адекватной, успешной языковой игрой. Соответственно, критическая установка как модальность, она означает специфический способ вести игру истины, в котором субъект проблематизирует сами эти правила игры истины. И это очень существенно, когда будет идти речь о философии. Если вернуться к определению и снова зафиксировать, что в нем появляется нового после этого пояснения, то у нас первые два компонента, они оказываются одинаковыми. То есть субъект высказывает истину, вручается за нее, все так, и сам субъект является источником истинностной речи. И у нас появляется как бы наш перевод, третий компонент. Это высказывание истины, оно проблематизирует сами правила игры истины. Оно проблематизирует словари, оно проблематизирует правила вывода и так далее. Я предлагаю понимать правила в самом широком смысле, уже применять букву. Это, например, и эпистема, которая оформляет наше высказывание. Это какой-то корпус, научный корпус, это словари. Это институционализм и социальный контекст. Это филистик кондишненс, в которых писал Остин в наших актах. Это буквально институциональный дизайн наших актов. До этого, когда я говорил о последовательности рассуждений Фуко, был, вероятно, такой не очень понятный момент, почему Фуко говорит о критической установке дважды, говорит о античности и о модерне. Это связано с тем, что проблематизация может происходить двумя способами. Она может происходить перформативно и не перформативно. И Фуко это поясняет так, что перформативной проблематизацией правил Гристины посвящены исследованию парессии. Вот в самом акте парессии нарушаются правила высказывания истинных тех лет. Ну, в каком смысле? Например, человек, который ниже по статусу, обращается к человеку, который выше по статусу. Например, киник может сказать что-то очень колокое. Не принято, чтобы что-то говорили колокое. Это очень хорошо иллюстрируется именно кинической парессии, потому что киники буквально перформативно нарушают конструктивные правила. Они могут не ручаться в зависимости от слов и так далее. Ну, вести себя как-то проблемно. Но не перформативные это критика Канта. Первая критика Канта и что-то такое посвящение. И вот здесь очень существенный момент, как раз о чем я и говорил, о том, о чем я говорил, когда я шла о философии и стальной философии. Вот Фуко полагает, что Кант, он философ, и он не перформативно проблематизировал игры истины не в том смысле, что он перевернул метафизику, а в том смысле, что он задался вопросом, кто мы есть как современный субъект. Именно в этом смысле Кант, он занялся проблематизацией этих правил. Но в этом смысле Кант говорил в рамках критической установки. Именно поэтому Кант принадлежит к социальной философии. И единственное, мне кажется, Фуко заканчивает определение философии. Начиная от что такое критика, через лекция по рейси, что такое просвещение, через управление собой другими, один-два, проходит сплошная генеалогия критики, которая заканчивается определением философии, которую он дает в что такое просвещение. В финальной работе. Соответственно, ключевой компонент философии это то конструктивное правило, по которому философия успешна как акт. Это критическая модальность. Это то, что связывает всех авторов, о которых пишет Фуко. То есть это Платон, Кант, Нодорный Хоркхаймер и сам Фуко. Они объединены как социальные философы именно потому, что они вопрошали в критической модальности, они вопрошали что-то о субъекте, что-то об антологии на субъектах. Они задавались этим существенным вопросом. И теперь важный точный, который я обещал сделать, почему все-таки выбор падает на генеалогию критики, а не на генеалогию субъекта. Здесь существенно в том, что Фуко постоянно расчершивал границы, иллюстрировал дисконтинуальность в своей генеалогии субъекта, но в генеалогии критической установки, как я только что показал, когда он буквально говорит, что философия началась с Платона через этичную парейсию к Модерну, Канту, что такое Просвещение, Кадорный Куркхаймеру и наконец Фуко. Он буквально делает то, что он обещал никогда не делать, он делает метанарратив. Это какая-то телеология, буквально. Начиная от Платона, заканчивая Фуко, есть какое-то движение, есть какая-то общая совершенно аналогия, там, как кажется, совершенно нет дисконтинуальности, ну, крайней мере, Фуко о них не пишет. То есть это генеалогия критической установки, она принципиально отличная от генеалогии субъекта именно этим. Фуко сделал в ней то, что он буквально обещал себе не делать в другой генеалогии. Две совершенно отличные генеалогии, и, признаться, я даже не понимаю, почему Фуко называет генеалогию критики именно генеалогией, потому что здесь как бы нет ничего генеалогического, наоборот, он делает то, что не должна делать генеалогии. Он рисует преемственность, он рисует рецепции, Он говорит о том, что есть какая-то едина линия философии, что эта единая линия философии, она связана с тем, что такое философия как акт, с тем, какие у нее есть конститутивные правила, которые едины и так далее. Это, конечно, вопрос и уязвимое место моего доклада. Собственно, все другие сумерные сходства, которые я ранее поделил, они работают в отношении геологиологической установки и моей экспликации, и этого финального определения трехкомпонентов, которые я привел. И у нас есть общезначимость выводов как раз на основании того, какой здесь проводится континуальность. И поэтому, я думаю, в принципе, можно сказать, что по тому, как я дал рабочее определение, медсоциальная философия успешно найдена. И некоторые следствия, самые-таки интересные. Я не буду устанавливаться на таких следствиях, как, например, антидогматизм социальной философии. Тот факт, что социальная философия начинается с сомнения, фактически, с той позиции метафилософской Фуко, согласно которой философия, вернее, с неприятия Фуко той метафилософской позиции, согласно которой философия обеспечивает науку понятиями и основаниями, или что социальная философия, она может что-то сделать для государства, для того, как наше общество построено институционально, для науки и так далее. Или тот факт, что для Фуко социальная философия обнаружена опасностью власти. Это такие тривиальные следствия, но их стоит зафиксировать в любом случае. Вот то, что последний интерес, и то, что важно, это то, что социальная философия, как практики свободного утверждения истины вне всякого управленчества, мы до этого установили то, что критический модус рассуждения имеет отношение к сопротивлению управленчества, он элиминирует многие способы постановки теоретических вопросов. Вот как бы в каком смысле? У нас есть некоторое количество сущностей, которыми мы управляемся. Например, самый яркий пример из философии самого Фуко – это государство. Сколько государство Фуко? Это только эффект стороннего продукта механизмов управления, это случайность. Это просто принципиально такая совершенно неважная вещь. Но при этом наши бытовые рассуждения, тот способ, которым мы в жизни строим какую-то теорию, как мы можем обосновать свои действия и так далее, в нашем поведении постоянно функционирует государство. Мы что-то можем обосновать государством. Мы считаем, что государство – это какая-то реальная сущность, что оно очень важно, что государство – это, например, источник власти и так далее. И мы управляемся с помощью государства как концепта именно в этом смысле, что мы теоретизируем, проблематизируем, объясняем, привлекая государство как реальную причину чего-либо. Ну, а для Фуко, опять же, это только сторонний эффект вспышка, не более. И, соответственно, если мы принимаем эту мета-социальную философию Фуко, мы с ней согласны, то мы должны сказать, что если наша теория, она стартует от, например, государства, то она принципиально проблемна, потому что государство – это та сущность, посредством которой мы управляемся. А философия – это то, посредством чего мы должны сопротивляться управлению. Это то, конститутивным элементом чего является критическая установка, которая прямо противостоит управлению. До некоторой степени вот такие сущности, как государство, государственный интерес, нация, национальный интерес. Можно продолжить список сущностей, которыми мы управляемся. Все они, здесь я, наверное, очень смело скажу, это будет от Себятина, еще одно из моего места, это как бы бэбики и бабики для Фуко. Это такие сущности, которые мы не должны использовать, когда мы теоретизируем. Это сущности, которые порождены разумом, который эпистемически ограничен властью. Государство, национальный интерес могут выступать как действительные причины чего-либо в чьих-то рассуждениях только тогда, когда сам субъект этого высказывания, он эпистемически ограничен властью, что не может себе представить социальную теорию или просто мир в целом без государства. А Фуко как раз-таки это и делает, он очищает нас от этой эпистемической граничности. В этом смысле, я думаю, он еще более похож на Витгенштейна, потому что он занимается элиминацией сущностей, которые являются следствием зачаровывания. Только в случае Витгенштейна это язык, а в случае Фуко это власть. Мы принципиально ограничены эпистемической властью из-за работы аппарата знания власть. Мы рассуждаем с помощью каких-то концептов, правил вывода, но ряд этих концептов и правил вывода для Фуко, они, во-первых, не могут никак участвовать в философской практике, а во-вторых, философия, она должна очищать их, она должна их элиминировать, она должна снять нашу эпистемическую ограниченность и сделать нас такими субъектами, которые никогда в своем языке не будут путаться и не будут называть, не будут использовать те сущности, с помощью которых мы как субъект управляемся и конституируемся. И резюмируем, я вот думаю, что определить метафилософию так афористично можно через перефраз афоризма Витгенштейна. Философия – это борьба против зачаровывания разума впоследствии власти. И теперь можно вернуться к изначальной цели, цель была решить некоторые проблемы интерпретации. Учитывая эксплуатированную метафилософию Фуко, задаваться вопросом, допускал ли Фуко субъекта, кажется бессмысленно. В каком смысле? Потому что субъект сам по себе – это такая нестабильная сущность, как, например, государство или общество. И эта сущность, она имеет конкретную точку рождения, новое время. И это в том числе та сущность, посредством которой мы управляемся. Именно поэтому Фуко, он провел операцию по критической проблематизации субъектом. Он поступил субъектом точно так же, как он поступил с государством, с социальным интересом, с расой и так далее. Именно поэтому мы не должны задаваться таким вопросом, потому что для философии Фуко, согласно его мета-социальной философии, истина то, что субъект – это нелегитимный концепт для философии, нелегитимный концепт для рассуждения. Мы должны очистить наши теории от субъекта. И второй, более такой интересный вывод, касается второй проблемы, критической агентности, касается следующего. В вопросе, возможно ли теория Фуко критическая агентность, мы должны точно ответить «да, возможно». Почему она возможна? Потому что сама практика философии, социальной философии – это критическая агентность, это ее проявление. И что более еще интересно, мы с точки зрения Фуко можем поставить под сомнение очень многие классические практики сопротивления. Например, можем сказать, что митинг – это не сопротивление в полном смысле этого слова. Почему? Потому что неолиберальное управленчество допускает митинг в свою логику. Это все calculated. Или, например, вооруженное сопротивление – это на самом деле не сопротивление власти. Оно все на самом деле просчитано авторитарной правительностью, неолиберальной правительностью и так далее. На самом деле это все включено в тот способ, каким мы управляемся, каким способом мы полагаем себя сами и так далее. Мы почти все наши очевидные практики сопротивления можем поставить под сомнение с точки зрения Фуко и сказать, что все это совершенно глупо, что все это совершенно проблемно, что все это заранее просчитано, что мы даже управляемся посредством того, что мы считаем, что революция возможна, или протест возможен, или митинг возможен и так далее. Но в отношении Фуко мы можем точно сказать, что занятие социальной философией – это гарантированная практика сопротивления, которую никак нельзя прагматизировать, которая точно защищена от того, чтобы мы причислили ее к властным механизмам. То, что для Фуко является точным, безотносительно сопротивлением, таким чистым, которое мы не можем сказать просто обратной стороной власти – это социальная теория. Это самый чистый способ проявлять какое-то сопротивление к критическому агенту. Я полагаю, на этом все. Я буду очень рад услышать ваши комментарии и критику. Спасибо большое, Александр. Коллеги, по-моему, мы прослушали сейчас изумительный по содержательности и сильный по структуре доклад. И я всяко призываю вас включаться и задавать вопросы. А я позволю себе немножечко помодерировать эту замечательную сессию и вопросы. Коллеги отсюда, коллеги оттуда, отовсюду коллеги. В вольном режиме. Да, прошу. Спасибо большое за доклад. Он очень богат по содержанию, насыщенный по размаху идей. Но мне вот интересно, правильно ли я поняла, что направление мысли было каково, содержание мысли было каково, что внутри философии у кого существует некоторая проблема. Меня сейчас интересует одна проблема – вопрос относительно возможности политического сопротивления. И то, чтобы понять, возможно ли оно, мы пытаемся выделить самую настоящую, очистить мета-социальную философию и уже отталкиваясь от неё, чтобы не находиться в каком-то беспрятке идейном, пытаясь понять, где именно находится настоящий по-кулу. Мы выделяем как раз таки мета-философии точку, к которой мы отталкиваемся. И отталкиваясь от неё, мы отвечаем на то, что так как мета-социальная философия сама себя идентифицирует как сопротивление, сопротивление возможно. Но вопрос же заключался не только в том, возможно ли сопротивление, а в том, как различается между собой сопротивление от несопротивления. В том плане, что тогда нам уже нужно будет, если мы идентифицируем социальную философию внутри мета-социальной философии как практику наиболее чистого социального сопротивления, нам нужно различить между собой настоящую социальную философию от ненастоящей. То есть нужно иметь какие-то критерии, по которым какие-то работы являются социально-философскими, а какие-то нет. То есть я просто думаю, что тут, возможно, какой-то логический замокный круг, круг, в котором социальная философия и сопротивление друг друга определяют, но невозможно найти что-то внешнее им обоим, что может выпустить их из этого круга. Спасибо. Александр, вам слово. Да, до некоторой степени можно здесь найти логический круг. Почему? Потому что социальная философия, это для нее конструктивной чертой является критический способ высказывать истину. Критический способ высказывать истину – это сопротивление управленчества. Соответственно, у нас получается так, что сопротивление – это то, что присуще социальной философии для Фуко. Сама социальная философия, она тоже определяется, что это управленчество. Ну или, по крайней мере, я, может быть, и не так реконструировал, но этот круг, он чувствуется. Что можно ответить касательно того, что является как бы настоящим сопротивлением? Какой здесь есть критерий? Вот эти три компонента социальной философии, которые я назвал, они по факту являются критериями того, что является социальной философией, а что не является социальной философией. То есть, и эти критерии, они больше дали Фуко как бы раскрываются, когда он говорит об управленчестве. У нас что-то является сопротивлением в случае социальной философии тогда и только тогда, когда мы проблематизируем те сущности, с помощью которых мы управляемся. Они идентифицируются интуитивно. Ну, в принципе, Фуко это делает интуитивно. Если говорить более как бы предметно, например, вот Фуко говорит, что у нас есть класс теорий социальных, которых он называет легалистскими. Он говорит, ну, на самом деле это не социальная теория, это просто теория права. Они все как бы принципиально проблемные. Простите, он говорит там об исследованиях власти, он говорит, вот до меня, я полагаю, большинство теорий власти, они были легалистскими. Это было просто какое-то комментирование на тему государства и закона. Значит, вот это для Фуко является очевидно, интуитивно теми концептами и такой практикой, которая не проблематизирует то, как мы управляемся. Фуко делает исследование и говорит о том, что государство – это такая сущность, которая появилась совсем недавно, у нее было такое-то рождение. В этой практике он проблематизирует государство, и это является, собственно, сопротивлением, и это является социальной философией. Получается так, что социальная философия – это то, что проблематизирует то, с помощью чего мы управляемся, а то, с помощью чего мы управляемся, мы устанавливаем интуитивно. Я надеюсь, я ответил. Вот просто тут такие логические траблы. Звук? Я позволю себе тогда озвучить вопрос из чата. Он пандант к вопросу Махабату от Марии Дмитриевны. Мария, правильно ли я поняла, пишет она, что сопротивление – это сущностная характеристика субъекта, системообразующая? Спасибо. Да, это очень хороший вопрос, потому что, что такое сопротивление, это загадка. То, что мы знаем, это сопротивление, это условия возможности власти. Но что это такое, не очень ясно. Я думаю, это несущностная характеристика субъекта, потому что, ну, хотя я только что понял, что можно ее так представить, но я бы ответил следующим образом. Сопротивление – это возможность управлять собой, не так, как предполагается управление властными техниками. Это звучит очень туманно, и это действительно очень туманно, потому что Пуко использует очень тривиальные примеры управления и сопротивления. Потому что, например, рабочее общежитие – это управление с помощью комнат. Комнаты, они фиксируют границы того, сколько мы можем ходить. В случае примера, рабочее общежитие, оно управляет рабочими в том смысле, что там нет, в рабочем общежитии нет никакого пространства личного, и таким образом управляется рождаемость, управляется возможное поведение. Соответственно, сопротивлением было бы в случае рабочего общежития, ну, на мой взгляд, это было бы такое поведение, которое бы нарушало то, ради чего это рабочее общежитие построено. Ну, например, буквально жить семьей в этом рабочем общежитии, а не в одиночку. Или, например, ходить каким-то интересным образом, странным, не так, как предполагают какие-то узкие коридоры и так далее. То есть сопротивление, скорее всего, то, как мы можем характеризовать поведение, которое конфликтует с тем, как от нас ожидается, как мы будем вести себя в случае практик управления. Если позволите, я просто влезу с одним маленьким уточняющим вопросом. Да, вот в пандан к прозвучавшему вопросу Марии, я не специалист по ФУКО, поэтому я прошу простить, если я скажу глупость сейчас. Но а можем ли мы опознать как субъекта того, кто не реализует практик сопротивления и того, кто отказывается от сопротивления? Или воздерживается... короче, не осуществляет сопротивление по любому из возможных мотивов? Мы можем его опознавать как субъекта или нет, товарищ? Да, чрезвычайно сложно ответить. Я председаю так. Всегда, когда мы начинаем рассуждать ФУКО, в плане задавать вопросы, которые вне условно-языкового каркаса, у нас возникает проблема, потому что мы привыкли очень говорить о субъекте, а ФУКО нам предлагают такую радикальную идею от него отказаться. Ну, лично я нахожу, что субъект это такая конститутивная очень вещь для философии, для рассуждения любого и так далее, что, ну, как-то без него обойтись сложно и, кажется, едва возможно. Но если ответить на вопрос, вот поставив себя как бы на место ФУКО, попросив это сделать, я бы сказал следующим образом, что субъект, он никогда не абсолютный, мы не должны задавать вопросы о том, является ли кто-то просто субъектом и так далее, потому что ФУКО прямо нам говорит, что такое автор, что абсолютно субъекта не существует. Существует только субъект труда, субъект познания, по-моему, следующий приводит, и еще какой-то ряд субъектов. Никогда нет абсолютно субъекта. И можно было бы, в принципе, ответить так. И, кстати, это тоже самое можно ответить Марии Дмитриевне, что сопротивление может быть характеристикой поведения только какого-то определенного субъекта. И что мы всегда должны задавать вопрос только какому-то определенному субъекте. Ну, чтобы быть с условной теорией на равных. Коллеги, я вижу на экране зума поднятая рука. Я, к сожалению, я вижу имя Александра, но я не понимаю, какой Александр, кто Александр? Александр Александрович. Вам слово, Александр. Александр Владимирович, я бы хотел просто продолжить немного и сказать, что, скорее всего, если я правильно понимаю, то несопротивление как раз-таки можно отнести к раннему Фуко, который пишет как раз-таки о том, что субъект конституируется через подчинение власти. Но к позднему это нельзя отнести по той простой причине, что власть в понимании Фуко, которая складывается уже ближе как раз-таки к курсам лекций безопасность территории, населения и рождение биополитики, понимается как осуществляющаяся только над свободными субъектами. И она осуществляется как раз по той причине, что они свободны и никак иначе. Это никакой не вопрос, просто дополнение или мысли вслух. Безусловно, спасибо. Коллеги, дальше вопросы. Так, есть от Федор, тогда ваш вопрос второй, сейчас первый вопрос. Отсюда второй ваш, ладно? Да, да, конечно. Спасибо, меня зовут Тихон Шейнов. Да, большое спасибо за доклад. У меня, в общем-то, один вопрос и одно такое, как бы, небольшое замечание или скорее размышление, о котором я сам думал вне зависимости от Фуко. Вопрос скорее связан с взаимодействием, взаимосвязью между метафилософией и философией. Собственно, когда вы сказали о свойстве метафилософии как взаимосвязанности между метафилософией и философией, первое, что мне пришло в голову, это, а можно ли помыслить себе несоответствие между философией и метафилософией на уровне метода. Конечно, это очень тяжело, вы сами привели примеры в случае того же Платона или Виткенштейна, но, возможно, далее меня ввело в такое небольшое замешательство, когда вы начали искать какие-то понятия из философии Фуко, которые послужили бы как бы пародигмой для его метафилософии. И получается, что в принципе, теоретически мы не можем, даже несмотря на эту взаимосвязанность, которую вы сказали, мы не можем беспрепятственно эксплицировать метафилософию того или иного автора, если мы имеем дело исключительно с его философией. То есть, допустим, автор никогда не писал о том, что такое философия, но при этом занимался философией. И воспроизвести эту картину может оказаться довольно сложно, если невозможно. Вот. И, ну, может быть, это связано с тем, что в случае с Фуко мы имеем дело именно с метафилософией, но не с метафилософией как таковой. Может быть, в случае с метафилософией как таковой такая экспликация была бы гораздо проще, да, если там Платон говорит о том, что философия там это, грубо говоря, прояснение сущности, то мы видим, что когда он занимается этим прояснением сущности, да, он занимается тем, что он сам называет философией. Но в случае Фуко как бы мы применяем понятия более частные, как бы, относящиеся к социальной философии, его метафилософии, и получается некое несовпадение как бы это выразить. То есть, с одной стороны, да, метафилософия, как вы сказали, метафилософия это тоже философия, следовательно, говорить о взаимосвязанности мы можем на основании того, что и то, и то представляет собой философию, только с разными предметами, но с другой стороны получается, что такие допущения еще не гарантируют прозрачности в определении метафилософии. Ну, а второе, это такое как бы соображение о том... Хорошо. Можно, я бы ответил после чего открывал. Да. Но мне ни с кого. Мы можем тестировать все, извиняюсь, у Александра микрофон выключен. Подайте Александру знак, пожалуйста. Здравствуйте, я выключил микрофон и никто не слышал. Да, собственно, мое пояснение в следующем. Да, конечно. Мы можем относительно любого философа реконструировать метафилософию, иногда нам это будет тривиально. Например, мы возьмем философа Н, единственная работа которого – это копия государства, но подложим за его авторством. В таком случае мы можем сказать, что это философ Н, его следующая метафилософия. В отношении его метафилософии истина следующая. Государство – это легитимный термин для философии. Модус поненс – это легитимный способ рассуждения философии. Ну и так далее. Они просто будут тривиальны. Просто если есть такое различие, которое сами исследователи метафилософии делают, это эксплицитная и имплицитная метафилософия. И можно еще одно различие сделать – это сильная и слабая. Например, то, что я привел в качестве примера – это имплицитная и слабая. А в случае Фуко – это имплицитная и сильная, потому что они тривиальные. А в случае, например, Германа Капелина или Тимоти Уильямсона это эксплицитная и сильная. Здесь, я думаю, должно быть в принципе понятно о том, как они могут соотноситься, всегда ли они эксплицируются или нет. В принципе, всегда просто результаты тривиальны. Повод того, почему это не получается в отношении Фуко, в том случае, о котором я говорил. Я говорил о неудачных, не о том, что как бы это... Я говорю о неудачных попытках это сделать со стороны других авторов. Я говорил, что они неудачные в том смысле, что в каком-то смысле они верные. То есть, например, в каком-то смысле действительно то определение социальной философии, к которому, в конце концов, я пришел, оно соответствует суждению, например, о том, что философия для Фуко – это сопротивление дисциплинарной власти. Ну, да, они как-то друг к другу накладываются. Они просто получены нелегитимно. А получить нелегитимно метафилософию из какого-либо философского текста можно совершенно любым способом. Это просто, я говорил, не то, что это как бы невозможно, это получено нелегитимно. Например, я могу просто открыть, я приводил пример Бекона, взять две его цитаты. И на основании этих цитат я могу спекулятивно построить метафилософскую концепцию. Это то, что Бекон не считал о философии. Но это просто будет нелегитимный способ экспликации и только. Спасибо. Тихон, если позволить, следующее замечание будет потом в порядке живой очереди. Ладно, давайте. Уже есть минимум один человек, который хочет задать вопрос, и еще один написавший в чат большой вопрос, поэтому будем соблюдать чередность. Федор, вам слово, пожалуйста. спасибо большое и спасибо большое Саш за хороший доклад очень. Не слышно? Слышно, слышно, все нормально. Все окей. Мой вопрос собственно заключается в том, что ты, Саш, приводил некоторую конструкцию вот этой критической философии. Говоришь там Платон, да, Кант. мне вопрос очень простой, то есть метафилософия, судя по тому, как я описал, должна быть очень строгим методом. Она должна как бы подразумевать все же, что вот мы не вырываем, да, вот эти цитаты как-то приводил к примеру Бекона. Но мне кажется, что если вот мы прям сядем и будем внимательно читать Фуко, то мы увидим, что у него вот такой, как ты, он высказал, все эти телеологии или вот последовательные того, что он говорит, что есть последовательность от мыслителей, которые находятся в одном локусе критики, она у него, по-моему, отсутствует. Потому что он как раз и в поздней своей истории сексуальности и в лекциях он часто обозначает разрывы. Разрывы даже между этими критическими философами. Например, в герменевтические субъекты он там рассуждает о том, что Абгустин и Платон, допустим, очень сильно отличаются. За него бы они в целом критические, и Фуко они нравятся судя по всему с зрением как персонажа укоренённого времени. Но они, видимо, тоже отличаются. Я думаю, что если даже брать какие-то фрагменты и сопоставлять их, например, то, как Фуко описывает там, допустим, Парессию в Алкевиаде какого-нибудь и представление о просвещении Канта, они будут очень сильно отличаться. То есть я просто вот когда всё это читал, мне никогда не казалось, что Фуко хоть как-то системно это выстраивает, что у него есть какая-то история, телес, который в том числе заканчивается на нём. Это как будто всегда были в очень разных контекстах разные источники. Вот просто есть у тебя какие-то мысли, возражения на этот счёт, ответы? Да, совершенно верное. Абсолютно верное возражение. Можно было бы добавить ещё больше. В конце концов, Декарт, которого он говорит, что у нас есть картезианский момент, банально то, как различаются Парессия хроническая, платоническая и так далее. Или, например, насколько Аристотель вообще выбивается из общей плеяды всех философов. Вот всё это действительно это создаёт впечатление, что какой-то континуальности нет. Но я ответил последовательным образом. Единственное, буквально секунды, чтобы найти эту цитату, потому что по моей памяти была как раз хорошая цитата. Ладно, впрочем, я не буду тратить на это время, я бы ответил следующим образом. Это очень сильно не завершённый проект, потому что что такое просвещение, это, кажется, 1984 год, и это рассуждение о философии, о том, что философия, оно трагически прервалось. И мы имеем только пару только фигур, которых он говорит, что он продолжает. Он говорит, я продолжаю Канта, я продолжаю Дорна и Хоргхаймера, и Кант принципиально связан с Платоном. Мне кажется, что те персонали, о которых ты говоришь, они для Фуко просто не попадали под социальную философию. Это были те персоны, которые он может быть и видел, как в какой-то степени людей, которые занимаются логинами самих, социальной философией, и может быть он бы и написал в каком смысле Грады, Августина, они тоже какое-то критическое вопрошение о чем-то и так далее, но этого не сделал. И, например, Декарт, он, например, вбивается из череда других философов на основании того, что он по-другому проблематизирует он по-другому проблематизирует то, как именно субъект может высказывать истину. Там случилась другая традиция. И все эти дисконтинуальности, например, Декарт, например, Ристотель, они связаны не с тем, что они как-то по-другому мыслили социальную теорию, они связаны с тем, что эти люди по-другому мыслили Ристотель, например, метафизику. Декарт другой режим истинности. Августин, я признаюсь, я касательно Августина не интересовался, что именно пишет Фокой, я знаю, что ты гораздо лучше меня это знаешь, и, вероятно, там есть тоже какая-то причина, почему он говорит о том, почему Августин выпадает из этого списка. Но эти два списка, они, мне кажется, параллельны. Платон, Хоргхаймер, Адорнов, Кой и Кант, в них есть континуальность на основании того, что они занимались социальной теорией именно в этом смысле, что не соответствует этим признакам, которые я сказал. А дисконтинуальность, о которой ты говоришь, это дисконтинуальность, она параллельная. Сама эта линия, на которой дисконтинуальность отмечена, она задается не потому, что они социальные теоретики, а потому, что они философы, потому, что они как-то традиции связаны и так далее. Я думаю, это немного параллельные вещи. С другой стороны, я понимаю, что мое объяснение, которое я сейчас дал, Поэтому, я думаю, это очень сильная претензия к моему докладу, который мне нужно будет решить. А я могу кратко высказаться еще? Александр Владимирович, есть что у вас? Микрофон выключен вот здесь. Виноват. Это мы с Александром меняемся местами, так сказать. То я включу, то он. Если короткое высказывание, Федор, потому что... Да, я понимаю. Просто меня в этом смущает, что Фуко как раз-таки вот этот дисконституциональный строит на очень многих авторах, которые в том числе пишут о социальной философии, он сам об этом знает. Например, Григорий Великий, по очевидным причинам, или Августин. Про Августину, как раз, очень много рассуждает про брак и про общество, вступивших в брак. Так что вот здесь, мне кажется, это серьезная проблема для вопроса, для дальнейшего. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем. Вопрос, да? Да. Сейчас. Борис, слышите ли вы? Здесь ли вы сейчас? Да, конечно. Борис, у меня просьба. Вы написали очень большой комментарий. Вот если я его буду зачитывать, во-первых, потеряется, наверное, ваша мысль. Во-вторых, вы же здесь. Вы можете коротко сформулировать эти три пункта, которые у вас есть сказать? Да, я могу, и частично уже об этом говорилось. Ну, то есть, три пункта. Первый – это почему… Ну, то есть, насколько я понимаю, задачи вообще вот разделения на философию, метафилософию, вот все вот это, оно вроде бы как ложится на попытку интерпретировать Фуко, найти некую общезначимую интерпретацию Фуко. Ну, то есть, вот существуют разные версии, надо найти ее какую-то обязательно общезначимую. Но в процессе, как бы, ну, как ни крути, вы доходите, вроде, до цитирования одной работы, да, то есть, что там одна правильная работа есть, может быть, их две, там, может быть, даже три. Фуко написал очень много всего, и как бы, неужели вас это не смущает? Не смущает ни на уровне, что вас будут критиковать, а вот вас самих это не смущает, что из всего Фуко там остается буквально, ну, какой-то огрызок. Вот, второе, оно, собственно, было связано с тем, скорее, с контекстом Фуко, то есть, я с Фуко, ну, скажем так, я в основном большую часть своей жизни занимался Деллезом, и с Фуко знаком, ну, знаком, но напрямую не пересекался. Например, известно, что Фуко там не раз хвалил Деллеза Гватари, там, их работы, как там, самые главные, антифажистские, бла-бла-бла, и все такое. Почему? Потому что для вот этой французской приятной мыслитель, насколько я понимаю, был важный акцент вообще на понятиях различия, да, противопоставления тожества, на попытках уйти от каких-то общезначимых, всевечных каких-то определений и так далее и тому подобное. А если угодно, попытаться разработать какие-то индивидуальные словари, концепты, понятия от философа-философа будут различаться, которые подходят именно к этой нынешней ситуации. И мы видим, например, что у Фуко действительно он нам описывает ситуацию, обычно это там несколько веков или, может быть, вообще там несколько конкретных лет, какая-нибудь конкретная бумажка, ну, официальный какой-нибудь документ, по которому он начинает выстраивать свои какие-то мысли, как оно, чего работает и так далее. Все это довольно индивидуальный продукт. Все это очень такая универсальная, ну, не универсальная, а наоборот, индивидуальная огранка. И как бы не совсем понятно, почему как бы в этом контексте вообще, ну, как бы не убивается ли Фуко вообще целиком, когда вы пытаетесь свести вот к этим общезначимым вещам. И третье, что у меня было, ну, на самом деле, третье, это можно, на самом деле, не зачитывать, это не сильно важно. Вот, тогда пока закончим. Гуд, спасибо, Александр. Да, пожалуй, сначала на это второе отвечу. Я бы сказал по следующим образом. Я как бы нахожу принципиально проблемным этот философский этос, просто потому что, ну, как бы до некоторой степени это делает все слишком, на мой взгляд, релятивистским, неясным. И я просто не нахожу к этому философскому этосе ценности, во-первых. Во-вторых, ну, это как бы совершенно не аргумент очевиден. Во-вторых, очень хорошо подверг критике именно за это Фуко Макентайр, сказав в итоге, что из-за того, что Фуко работает с такими, скажем, сингулярными вещами, из-за того, что это постоянное различие, из-за того, что это постоянная дисконтинуальность, Фуко просто, его метр просто не работает. Это просто очень проблемный философ. Но он, например, говорит, опять же, в критике книги Миллера, что это очень смешно. Он говорит, что вот Фуко, человек, который наставил на различия бесконечные и так далее, что в итоге единственный способ, как о нем можно сказать, это создать на нем метанарратив, как и сделал Миллер. При том, что, как бы, эта работа, ну, плюс-минус, она уважается. Точно так же, как и с генеалогией, что сама по себе генеалогия, которая ищет дисконтинуальности, она исходит из, ну, насколько я помню, вот, поинт Макентайра. Так, одну секунду. Ну, чтобы не ошибиться точно, что вот сама генеалогия просто как метод, который постоянно пытается найти прерыве, то есть, который пытается найти рождение, который пытается обосновать ненебходимость, она исходит из очень, как раз-таки, больших, объемных и совершенно принимаемых на веру вещей, что она совершенно безосновательна, что генеалогия, она может съесть саму себя, в конце концов, что генеалогия, она просто исходит из того, что вам что-то не нравится. У кого просто почему-то не нравились тюрьмы, и он решил сделать такую, как бы, генеалогию. Сам факт того, что что-то является, как бы, условно, тотальным, большим, метанарративным, но, как бы, это не проблема, это вещь, которая true-irrelevant просто. Я в одном смысле совершенно согласен с Макинтайром, потому что, если принимать Фуко таким, какой он был, соответственно, всеми этими тезисами, то у нас не получится никакой разговор о Фуко. Потому что Фуко считает, что книги – это бомбы, например, его. Если мы пытаемся продолжать эту логику различия, дисконтинуальности, ухода от тождества и так далее, то мы не сможем… То, опять же, фуко-лодианский метод, он будет совершенно бесплодным. Просто потому что генеалогия и поиск этих постоянных прерывистостей должны обратить рефлексивное внимание на себя и должны осознать и найти в самой себе прерывистости, и осознать, насколько это как метод, который может какие-то результаты давать, что это какая-то логическая форма вывода, она сама по себе, например, бесплодная. И из-за этого, я думаю, что вот буквально этот философский этос Фуко, это его влияние, которое он получил у других французских мыслителей, это то, на что мы должны закрывать глаза просто для того, чтобы что-то смочь рассуждать о Фуко. Это та вещь, которую нужно максимально очистить от Фуко, нужно максимально его аналитическую сделать версию, очищенную от всего этого этоса, очищенную от делеза, просто потому, что иначе, если все это оставить, у нас есть Макентайр, который похоронил Фуко. Похоронил генеалогию и похоронил самого Фуко, и в конце посттока Фуко умер, он еще и посмеялся, что в отношении Фуко написали такую работу, которая полностью подрывает. И на первый вопрос отвечу. Касательно того, что оказалось только... А, прошу прощения. Да, самый, конечно, предельный аргумент. В конце концов, Фуко в предисловии к... Одну секунду. История безумия это было, наверное. Да, в предисловии к истории безумия, второе издание, он написал, Фуко написал, что делайте с этой книгой что хотите, вы можете обрывать ее на фрагменты, пусть она бесконечно разлетается и так далее. И я думаю, до некоторой степени, раз учитывая эту статую, высказание о том, что книги как бомбы, о том высказании, что такое автор и так далее, в принципе, в отношении Фуко аутентичное будет делать все, что угодно. Он сам хотел, чтобы с ним делали все, что угодно. Мы делаем, можно сделать аналитическое Фуко тоже. И я, Владимир, могу ответить на свой вопрос, если это время позволяет? А, я на первое не ответил, я с второго начал. Да-да-да. По поводу того, что у вас остался обрывизок, в некоторой степени верно, потому что в итоге, в конце концов, экспликации достигаются с помощью таких книг, как, ну, и фрагментов интервью, как, получается, что такое критика, что такое просвещение, бурство истины 1.2, лекция по рессии, предисловие к ангиему немного. Ну, я об этом не говорил, но из-за того, что я делал доклад по работе, который на НИРС справлял, это касалось, и это могло подвучить в выводах. Там, ну, есть, как бы, некоторый спектр книг, и, на мой взгляд, довольно большой. На самом деле, то, что осталось, как бы, совсем маленький огрызок Фуко, это совершенно не проблемно, просто потому что, и, как бы, наоборот, замечательно, просто потому что, значит, то, что элиминация, она была успешной. Я думаю, если ко мне должна быть претензия, то она должна касаться не того, что осталось мало Фуко, а какие основания были того, почему я так удалил? Мне кажется, основания я принес. Опять же, если бы оставило слишком много Фуко, то был бы проблемным, не является ли это слишком черепикингом, не является ли это слишком волонтаристским каким-то решением. Наоборот, я нахожу, что это очень хорошее достижение. Вообще, в идеале, конечно, было бы пройтись той функцией, которую я создал в качестве определения медсоциальной философии просто по каждой работе Фуко, но это, очевидно, прагматически невозможно. И на основании этого точно сказать, в каких работах она есть, нет, из кого, как можно это реконструировать, дедуцировать и так далее. Так, чтобы это было просто идеально последовательно. Потому что даже в текущей версии есть очень много волонтаризма и проблемы, которые коллеги сказали. Но, Роман, спасибо за критику. Надеюсь, я ответил. Спасибо, Александр. И я передаю слово... Да, я помню. Это я к тому, что вопрос есть по-прежнему, да? И я передаю слово Илье, а потом Александру, а потом пойдем по завершающему кругу, коллеги. Хорошо. Да, я пока озвучу собственный вопрос. Во-первых, тоже, к углу с Александра за очень качественный и насыщенный доклад. Но я бы хотел обратиться к одному из его тезисов, который, мне кажется, пока в вопросах не особо параметизировался. Нам действительно, мне кажется, Александр показал, как можно уйти от понятия субъекта, не лишившись для его медсоциальной философии до ключевых категорий. И, собственно, понятие критической агентности, которой так много у Александра было посвящено, здесь представляется очень уместным и правильным. Но, с другой стороны, критическая агентность как понятие как бы претендует на очень большую его применимость к огромному количеству различных контекстов, причем как исторических, так и современных. В то время как, собственно, основной вывод работы о том, что, собственно, критической субъектностью, критической агентностью мы вполне можем понимать критическую философию, кажется, лежащим уже в другой плоскости, в гораздо более узкой и гораздо более завязанной на западной традиции и в всяком таком. И в связи с этим мой вопрос, собственно, насколько, Александр, вам кажется, мы можем находить эту самую очень специфическую критическую агентность в контекстах, которые сам Фуко не рассматривал и которые не рассматривал по причине того, что не обращался к этой исторической традиции, то есть какие-то другие ответы на вот эти вот кризисные моменты, в которых у него и родилась, из которых он выводил рождение современных понятий, или в современных контекстах, в какой-нибудь антропологии стран Юго-Восточной Азии и так далее, где как бы абсолютно другая традиция, но при этом где точно существуют свои собственные практики сопротивления и свои собственные практики субъективации. Какой вопрос в этом? Насколько эта критическая агентность универсально для иных контекстов? Да, очень хороший вопрос. Да, отлично. Замечательный вопрос. Я думаю, можно ответить на него даже не в контексте этого клада. Все довольно просто. Фуко очень любил взятские контексты, но очень ограниченно о них говорил. После своей поездки в Японию он некоторые, не могу точно воспроизвести, некоторый афоризм касательно Дао высказал, за который его буквально смеяли, потому что он ничего не понял. И Фуко сказал тоже довольно интересную вещь о том, что в японских монастырях совсем другая дисциплина, нежели в европейских, и там совсем другая есть. Как бы генеалогия их становления, и что больше всего беспокоит комментаторов Фуко, что в принципе на основании его высказываний о том, что он считал, что в японских монастырях специально отказываются от субъекта, некоторые комментарии полагают, что субъект это условие власти, а раз Фуко сказал, что в тибетских монастырях, простите, в японских монастырях, значит, они принципиально отличаются от европейских, значит, Фуко имел в виду, что там нет власти, значит, раз там нет власти, там нет субъекта, значит, это как-то взаимосвязанные вещи. В моем случае ВКО говорил о других неевропейских контекстах, но это было проблемно, потому что ВКО в случае Японии, например, вероятно, просто плохо разбирался. А в отношении Китая он говорит как раз в интервью с Хибертом Дрейфусом, в одном из этих интервью, он, кажется, говорит о Китае. Он там, ВКО в этом интервью говорит некоторые формулы. Формулы, одну секунду. Не могу сказать, чего именно формулы, потому что, кажется, формулы отношения к телесности, что-то такое, кажется, там было. Он говорит, существует еще китайская формула, вот европейская формула. Но в любом случае это очень частное личное обращение. В целом они неприменимы, потому что как только пытаются теоретики понять, насколько они применимы, оказывается, что это очень проблемно. Это не только, например, к странам Востока относится. Это относится, например, к колониальным контекстам. Когда теоретики пытаются рассуждать на темы колониализма, в терминах ВКО получается довольно плохо. И, кстати, об этом как раз многие классические классики. После колониализма писали, что ВКО хоть и повлиял на них, но применяется это очень проблемно. И касательно сопротивления, собственно, ядро вопроса, я думаю, здесь дела обстоят точно так же. В КО, вероятно, его выводы подразумевались, задумывались как универсальные. И там даже есть одно интервью, где он говорит, что дисциплина везде работает одинаково, что это абсолютно универсальная такая вещь, дисциплина на власть. Но, учитывая, что постклониальные теоретики говорят о том, что власть, что в концептах ВКО они плохо применяются к колониальным контекстам, и учитывая то, что теоретики в традиции указывают то, что ВКО очень слабо был знаком с Востоком, я думаю, раз и про власть не может идти речи, и она плохо применяется, то и про сопротивление. Задумывалось, вероятно, как универсальное, но на практике применяется очень сомнительно. Ну, а задумывалось как универсальное, а получилось как исключительно европейское, я думаю, тоже понятно, очевидно. Почему? Потому что ВКО просто франкофил, он просто буквально писал о Франции. 90% его примеров – это Франция, 90% его проблематизации – это только Франция. Но вообще-то задумывалось как универсальное. Я надеюсь, я правильно понял суть вопроса и адекватно ответил, потому что может быть что-то не так. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, Александр, прошу. Спасибо большое. Присоединяюсь ко всем похвалам и благодарностям за доклад. Я совершенно не эксперт по ВКО, поэтому прошу просить вопрос наивный. Но все-таки возвращаясь к вот этой проблеме то ли диалектических, то ли порочных кругов власти и сопротивления. Вот если даже обратиться к идее философии, как борьбе против зачарования разума властью, как мы все-таки выходим из этого диалектического порочного круга, в том плане, что у самой этой борьбы есть очень много шансов выстроить, как мне представляется себе же, в ногу, поскольку зачарованность разума власти здесь проявляется в той форме, что власть уже рассматривается как нечто, обладающее практически парализующей силой, как то, что уже неизбежно присутствует. И если спускаться на поверхность, в конце был пример с митингами, то очень легко представить это парализующее воздействие, которое приводит к тому, что мы отказываемся от каких-то понятных способов действия, поскольку они уже калькулируют. То есть у нас здесь возникает представление о власти, как в некоторой вездесущей структуре, где уже как бы все просчитано. Все калькулирует, это непонятно, что делать, кроме как осуществлять какие-то другие способы сопротивления. Но легко представить ситуацию, в которой на самом деле ничего не калькулейтят, но никто не знает, что ничего не калькулейтят. И поэтому сохраняются существующие дисциплинарные практики. То есть мой вопрос заключается в том, нет ли здесь действительно какой-то совершенно неустранимой ловушки с идеей власти, когда мы рассматриваем власть серьезно, возникает силовое поле, вот этой диалектики власти и сопротивления, с которой очень сложно вырваться, если только не противопоставить этому принципиально другое силовое поле. Там, например, силовое поле того же разума. И, соответственно, вот закругляя вопрос, можно ли сказать, что какая-то идея спор-скору, возможно, через попытку снова поставить вопрос о силовом поле разума, который противостоял бы силовому полю власти, и насколько это решение бы понравилось самому ВКО. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Вам слово. Сейчас некоторых пояснений. Власть такой немного смущающий термин ВКО в плане концептуальной ясности. Викторе Львовича Каплуна, есть замечательная статья про переводы ВКО в России, про говерменталити, где он дает очень хорошее определение власти, очень простое. Он говорит, что власть для Фукоа – это из того, что это не субстанция, из того, что это не флюид, ну и так далее, что Фуко сам отрицает. Это просто отношения, во-первых. Во-вторых, это отношения только между человеческими субъектами. Это Фуко говорит в лекции субъективности истины, когда его спрашивают о власти, идее, идеологии и так далее. Он говорит, нет, это человеческие субъекты. И в-третьих, это как бы способность, это не ошибиться мне точно, просто потому что я говорил в статье, но способность руководить действиями другого. Способность заставить другого действовать в соответствии с чем-то. Ну, довольно классическое, в принципе, понимание именно этого, как власть работает, но в коне классическое понимание того, как власть устроена, скажем, более глобально. То есть, в конце концов, власть – это такие отношения или субъекта с субъектом, или субъекта группы, ну и вариации комбинаторные. Это пишет, в кого в интервью субъекты власть. И так, что эти отношения, суть этих отношений в том, чтобы кто-то поступал именно таким образом, а не другим. Это тоже субъекты власти. Значит, могут ли стать, может ли стать приобретение нашей критической агентности силы нашего разума властью? В этом, кажется, был вопрос, да? Если я правильно понимаю. Да, замечательно. Ну, чисто аналитически – нет. Потому что я могу написать трактат, проявить свою критическую агентность, проблематизировать тот способ, которым я управляюсь, положить его в стол. И, на мой взгляд, никаких отношений между мной и кем-либо другим не возникнет. Значит, не будет ситуации власти. Значит, мой разум, он… Значит, моя практика сопротивления – не пройдить никакой власти. И здесь нет никакого порочного круга. Ну, опять же, это чисто аналитический рассуждение. Но я могу допустить, в принципе. И, опять же, это такой классический проблемой интерпретации Фуко, что да, у нас иногда сопротивление, оно становится властью. И, собственно, даже не нужен Фуко, чтобы это как-то концептуализировать. Потому что мы на бытовом уровне часто рассуждаем о том, что, условно, у кого-то были хорошие идеи, он сопротивлялся, а потом этот человек стал плохим, диктатором и так далее. Ну, да, это возможно, но это не необходимо. Они необходимы просто аналитически, исходя из определения власти и из того, что такое критическая агентность и сопротивление. Я очень надеюсь, что я ответил, потому что вопрос был, мне кажется, гораздо шире, чем то, как я на него ответил. Но я не буду дать время, потому что я не знаю, что сказать. Так, коллеги, давайте еще по одному вопросу, если есть. Я помню, что был, кажется, вопрос у Тихона из зала, да, недоговоренный. И был вопрос, недосказанный у Бориса из онлайна. Если есть, кроме названных еще вопросов, то покажитесь мне, потому что давайте пойдем на завершающий круг уже понемножечку. А пока я передаю слово Тихону. Хорошо. Да, спасибо. Ну, в общем, суть моего вопроса, она практически совпадает с вопросом Александра. Добавлю только то, что в целом существует ряд левых авторов, которые поднимают вопрос о непроницаемости, герметичности, непреодолимости дискурса, в котором мы пребываем. Конечно, они это связывают с идеологией, они это связывают с капитализмом. Ну, можно назвать Маркуза или Альтюсера. Да, Маркуза, кстати, также заходит на уровень языка, что дискурс буквально на уровне языковых практик также не позволяет нам совершить какой-то акт негативности, акт критики. И такое соображение, которое меня довольно часто преследует, не решается ли эта проблема перформативным образом, не решается ли она самим существованием философов, которые сумели артикулировать эту проблему. Не сталкиваемся ли мы с парадоксом лжеца, что если ничто не истинно, значит, утверждение о том, что ничто не истинно, не истинно, значит, что-то все-таки истинное, утверждающее, опровергает сам себя. Не получается ли так, что сам Фуко, которому удалось сформировать, выступить как критический субъект, показывает нам, что критическая субъективность возможна. И для этого никаких дополнительных позитивных мер как бы, в общем-то, и не требуется. Спасибо, Александр. Благодарю за вопрос. Сейчас? Да. Он очень корреспондирует, очень корреспондирует на самом деле тому, что писал Бадрияр в «Забыть Фуко», только с немного другой модальностью, смотрите. Бадрияр писал, что Фуко – это зеркало власти, что Фуко – это плохой теоретик, просто потому что он буквально повторяется. Потому что существует при Фуко некоторое количество институтов, некоторые идеологии, некоторые проблемные властные техники. Фуко их описывает и перформативно просто повторяется. Фуко – он очень слабый теоретик, потому что он буквально зеркало власти. На мой взгляд. Вы говорите примерно то же самое, но совершенно в другой модальности, что Фуко – он как бы сам, как человек, с его актом написания всех этих работ, он доказал что-то, ему, в принципе, можно было бы не писать, потому что он это доказал. До некоторой степени, я думаю, так можно было бы рассуждать. И, опять же, как я говорил, буквально есть книга Миллера, нарратив которой построен на этом. Да, у Фуко нет формативной этики, Фуко жил так, так что он ее перформативно соблюдал или создавал. Я думаю, можно так ответить, но вопрос как бы в следующем. Чтобы нам идентифицировать, что Фуко в своей жизни, он какой-то критической агентностью проявлял, нам нужно какое-то его понимание. А понимание этой критической агентности мы не можем взять только из какой-то его работы. Соответственно, до некоторой степени нам полезно отделять, исключительно того, как жил автор, от того, как бы, что он писал и чем он занимался. Потому что, ну, на самом деле, мы можем предположить критическую ситуацию, что Фуко написал свои потрясающие работы, очень критические, а потом встал со стола и сказал, что это такая секретная агитка фашизма. На самом деле. Ну, вот он буквально так сделал. И, предположим, больше ничего не писал. Ну, я думаю, в этом случае нам не очень-то релевантно то, что Фуко перформативно что-то там сделал, что он как-то это окрестил, что дал имя этим книгам, что он дал им интерпретацию. Или, предположим, Фуко сделал тоже какой-то перформативный акт, который мы воспринимали бы как, например, отрицание. Нам было бы интересно то, что в этих книгах написано. Это очень существенный тезис для... того, как работает авторство вне вот этих вот концепций смерти автора Фуко и Барта. То, что у нас есть такая интуиция, что в ряде случаев нам совершенно безотносительно, что делал автор, перформативно отрицал что-то, подтверждал что-то и так далее. Нам существенно только то, что он как бы пишет. Опять же, мы можем допустить себе какую-нибудь феминистскую авторку, которая писала замечательные просто философские исследования, но при этом вот перформативно она делала совершенно... Например, она как-то перформативно совершенно отрицалась в свою роль. У нее какой-то был это с жизнью, у нее была какая-то жизнь, которая полностью отрицает то, что написала. Или в какой-то степени отрицает то, что написала. Опять же, вот в этом случае, на мой взгляд, введение автора – это фактор, который не влияет никак на истинность пропозиции, которая содержится в книге. Мы можем их легко логически, аналитически переделить, и никакой проблемы не будет. Но, опять же, здесь я говорю вам не совсем отрицав угол, потому что Фукоя не знаю, что бы я сказал. Фукоя есть теория. Фукоя спросили о Хайдегере. Ему задали классический вопрос, был ли Хайдегер фашистом. Он решил ответить, что... Ну, не ответил фактически ничего. Он сказал, нужно смотреть по этой жизни философа. Я думаю, на основании того, что когда Фукоя спросили, был ли Хайдегер фашистом, если это в его текстах, он сказал, ну, в текстах вы много что можете найти, но вот поэту сужизни, если вы посудите, оно не было фашистом. Хайдегер вам бы ответил примерно вот то же самое. Он сказал бы, что, возможно, вы в книгах можете найти что угодно, но поэту сужизни, перформативно, да, я действительно показал, что фактическая гетность возможна, и там мои книги до некоторых сетей ничего не значат. Но, опять же, из-за той проблемы, которую мы до этого обсуждали, я думаю, что нам не очень-то важно вот весь этот пафос Фукоя по поводу различия, по поводу постоянного перестраивания структуры и так далее. Потому что ваш вопрос можно ответить аналитически просто. У нас есть случаи, когда нам совершенно не важно, какой автор, как он себя вел, что он перформативно делал, нам важно... Я провел мысленные эксперименты, которые кажутся вроде интуитивно соответствуют, потому что нам это не важно. И мы можем это решить без обращения к Фукою. Если мы обращаемся в Фукою, там просто будет бесконечное число ответов, которые будут одинаково релевантны на ваш вопрос. Потому что не ясно, что сам сказал Фукою. Опять же, огромное спасибо за вопрос, потому что он поднимает эту тему рекурсии и логических кругов у Фукою, которую начал еще Падриар, забыть Фукою, которое было еще при жизни написано, где он сказал, что это зеркало власти. И эта проблема, она до сих пор релевантна в тысячах разных ответствах. За это огромное спасибо, потому что это нужно будет решить. Чудесно. И давайте последний вопрос. Коллеги Борисовны, он у вас еще остался? Вопрос. Да. Давайте. Мы выключили один из микрофонов, так что говорите спокойно. Ладно, хорошо. Ну, в общем, прозвучал ответ, в котором была сказана примерно такая формировка, мол, мы с Фукою ничего не сможем вообще получить, и вообще он не очень интересный будет, если мы как раз не доведем его до, ну, с помощью некой призмы, которую предлагает Александр Архипов. Ну, в общем, без этой призмы мы ничего интересного как бы из него не получим. О нем у нас не получится какой-то хорошей дискуссии. Ну, то есть я так это понял, по крайней мере, может быть, его уточнить. Но, соответственно, очевидный вопрос, почему, по-вашему, то есть как бы Фуко в итоге-таки стал, наверное, самым цитируемым континентальным автором, да, и вообще приобрел какую-то сверхпопулярность как при жизни, так и после жизни, очевидно, и при условии, что, насколько я понимаю, все же таких вот общезначимых концепций, их не очень много, и они не то чтобы самые популярные в обсуждении Фуко. Или, может быть, я не прав. Ну, то есть я просто хотел бы какой-то ваш комментарий на эту тему услышать, почему вообще другие люди ценят Фуко, если вот не исходя из разделения на философию и метафилософию. Как вам кажется? Пекарно, спасибо. Это прекрасный вопрос, закрывающий дискуссию. Александр, вам слово. Я совершенно не важен. Очевидно, возможно, прекрасно читать Фуко и получать самые разные выводы. Совершенно без того, что я сказал. Единственное, что я говорил до этого, то что мы не можем получить ничего интересного из Фуко без того, чтобы его перекроить. И об этом писал Макинтайр, а не я. И гораздо раньше меня он написал это. И гораздо раньше он написал ответ на, простите, на рецензию на книгу Миллера, в которой стоит какой-то нарратив Фуко. Главный пойнт моего рассказа был в том, что когда мы пытаемся что-то сказать о Фуко, мы делаем это не в соответствии с тем, что он говорил. Потому что если пытаться что-то сказать в отношении Фуко в соответствии с тем, что он говорил сам о своей теории, то у нас ничего не получится. И опять же, это как-то, на мой взгляд, убедительно показал Макинтайр. Но это можно еще более убедительно показать, потому что если у вас есть философ, который говорит, что его книги – это бомбы, его нужно раздрать на мелкие листочки, и что нужно что-то забыть, его концепции перестраиваются, как вы можете о нем хоть что-то стабильное сказать. Очевидно, вы должны сказать что-то стабильное о нем, но у нас такие эпистемические требования. Мы как человеческие субъекты так устроены, что у нас есть эпистемическое требование, чтобы наше знание было плюс-минус стабильным. Мой пойнт был, кажется, только в этом. Я здесь не имею никакого отношения. Мой доклад только проясняет, на мой взгляд, но, вероятно, не очень проясняет, и, собственно, надо будет на это поработать. То, как мы можем интерпретировать ФУКО более когерентно в соответствии с другими нашими требованиями, которые вы можете разделять, как эпистемические требования, а можете не разделять. Но, опять же, я нахожу их довольно убедительными. ФУКО просто такой автор очень проблемный, которого, чтобы хоть что-то с ним сделать, его нужно очень сильно изменить, причем изменить до неузнаваемости. И, опять же, сам ФУКО считал, что, в принципе, это не проблема, поэтому я делаю так, а не иначе. А если говорить предметно, вы сказали вопрос, почему ФУКО так популярен? Я не знаю, почему ФУКО так популярен. Мне кажется, это странный вопрос, потому что это же психологическое восприятие, почему ФУКО так популярен, почему он так цитируется. Я тоже не могу дать ответ. Но все, что я могу сказать, в моем мнении, вот Турк хорошо заметил, что ФУКО очень хорошо разошелся в Америке, потому что с помощью ФУКО можно было говорить, что очень тривиальные вещи, они являются властью, они являются принципиально проблемными. Я видел статью, где автор утверждал, что канализация – это биополитическая технология, она очень ужасная. Канализация. Вот это как раз такая статья, такой Тира, о котором говорил Лату. Я думаю, что в некоторой степени популярно, потому что его можно очень легко брать и легко применять к своей жизни и говорить, что в нашей обыденной жизни какая-то совершенно обычная практика, они являются совершенно ужасными. У нас есть, как у человеческих субъектов, такая психологическая склонность, что нам нравятся революционные выводы. И революционных выводов ФУКО выдавал в больших количествах и дал нам инструмент, как их можно делать, как можно входить в обычную жизнь, показывать на здание школы и говорить, что это тюрьма, и уходить. Я думаю, поэтому ФУКО как бы так популярен. Спасибо. И еще одна реплика. И еще одна реплика. Мария Дмитриевна. Простите, пожалуйста, коллеги, я, извините, ворвусь просто с коротким комментарием в последней фразе Александра. Я согласна с, наверное, с неким пафосом вашего последнего комментария. Я бы только поспорила с тем, что с точки зрения ФУКО вот все вот это, это ужасно. Но да, наверное, устройство канализации это тоже биополитика. Хотя бы потому, что есть много исследований на тему того, какими были бы наши дома, если бы выбрали не вот этот вот не ватер-клозет, а другой вариант, который работал с известью. Они были бы... устройство нашей жизни было бы другим. Поэтому мне не кажется, что вот как бы вот школы и все вот это, вся вот эта биополитика, что это ужасно. Это не ужасно. Это ужасно, если мы вдруг обнаруживаем, что есть много вещей, которые определяют нашу жизнь и то, как и почему мы живем именно так. Но это не ужасно. Это не ужасно, к этому надо... ФУКО же не говорите, что это ужасно. Собственно, меня вот это вот все время цепляет, что это неплохо. Это так и есть. Но это неплохо. Это нормально. Это нормально. И мы именно таковы, потому что условия, в которых мы живем, именно таковы. То есть, такой немножко, как бы, немножко намек на марксизм, может быть, здесь. Поэтому я не согласна с тем, что это ужасно. Но со всем остальным я согласна. Спасибо. Я думаю, что это уже без ответа. Я с радостью отвечу. Большое спасибо, что вы меня поправили, потому что действительно так, буквально из цитата, что власть, это просто опасно. То есть, как бы, это не зло субстанциально, это просто опасно. Да, это совершенно верно, совершенно справедливо, меня поправили. Это так, но я не очень удачную формулировку выбрал. Я же изначально говорил о том, какую оценку дал исследованием Клодианским Латур. Латур как раз-то имел в виду вот весь комплекс исследований, когда авторы берут и говорят, что какая-то сущность, она очень ужасная, она очень фашистская, и эта сущность, это водопровод, или это школа, или это забор, например, что это страшный фашизм. Если говорить чисто о Фуко, предметом, да, для него это, конечно, замечательные вещи, которые действительно задают нас как субъекты. В конце концов, мы не были бы такими, какими мы есть без этих вещей, и что антология нас самих не обязательно должна показывать, что мы так сильно закаблены. Она показывает очень много других существенных вещей, что у нас про литературу есть, у нас есть роман, он именно такой, как он есть и так далее. И в этом вы совершенно правы. Но другое дело, что, опять же, это вопрос психологического восприятия. Такой читатель Фуко, он может обращать внимание только на этот фашизм, какой-то не только на этот фашизм. Но просто, как правило, опять же, в начале доклада я говорил, что такая констагентная вещь, но просто я ее разделяю, что по большей части, когда мы читаем Фуко, мы чувствуем больше то, что это скорее что-то плохое, чем то, что это хорошее. То, что власть – это не такое зло, как бы читатель Фуко, я думаю, понимает, когда он буквально дочитывает до этого момента, или когда он дочитывает до момента, когда Фуко начинает исследовать роман, например, или литературу. Но, опять же, не буду здесь спорить, потому что психологическое восприятие принципиально случайная вещь. Просто подозреваем. Александр, спасибо. Давайте я уже возьму слово как модератор. Во-первых, спасибо за доклад. Это было по-настоящему классно. То есть я скромно и очень дилетантски замечу от себя, что если человеку, который Фуко знает хуже многих присутствующих, интересно слушать этот доклад. Это был на самом деле хороший доклад, а мне было очень интересно, правда. То есть я даже задумался, что надо, наверное, почитать Фуко. Извините. Нет, это пройдет. Это пройдет. Это индоктринация. Это пройдет. Если совсем серьезно, спасибо большое за доклад. Коллеги, все, кто пришел по ту сторону экрана и остался с нами до конца, все, кто пришел по всю сторону экрана, спасибо вам большое и за приход, и за участие, и за вопросы и комментарии. Я призываю помнить о том, что семинар продолжит свою работу, но в декабре будет еще доклад Ивана Забаева, о котором я говорил, а, соответственно, начиная с января, может быть, не с самых первых чисел, единственное что, мы продолжим работу, и сейчас особое внимание, одно, один комментарий, обращенный более к студентам, чем ко всем остальным, там семинар начнет работать в режиме двух заседаний в месяц, каждое второе будет посвящено скорее методическим вопросам, да, вопросам ремесла, и то, что перерастет ближе к весне в предзащите курсовых работ и проектов ВКР, которые потом уже пойдут на защиту, так сказать, будучи избиты на предзащите нами. Вот. Спасибо еще раз всем, еще раз спасибо докладчику, и на этом я позволю себе закрыть третье заседание нашего семинара. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok